Книга «Небеса открыты». Анна Раунтри. Об авторе. Анна. Это команда мужа и жены. После того, как Альберт Раунтри окончил семинарию в Рельском университете, он провел большую часть взрослой жизни в служении пастора. Инна Раунтри была женой служителя. После отставки Альберта, Господь призвал Чету в огромный муниципальный район, чтобы помочь собрать пасторов вместе на ежемесячные молитвенные собрания. В них участвовали пасторы более чем из 70 динаминаций различного этнического происхождения. Они также организовали ежедневные ходу тайственной молитвы против сектантских объединений, первый пасторский молитвенный саммит и первый марш за Иисуса. Сейчас они живут с Господом где-то в горах Северной Каролины. Глава первая. Нападение. Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Духу Святому, который дал откровение и поручил написать эту книгу. И которому она посвящается с любовью, молитвой и благодарением. Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстом. Иоанна 1, 51. Раздался знакомый с древних времен ужасающий звук. Я была напугана и неотрывно следила за огромным разрушительным тараном, который мощно и беспрепятственно передвигался по пустыне. Его деревянные колеса были высотой, по крайней мере, в 60 этажей. Они стонали и скрипели под своим огромным весом. На его черном корпусе были выгравированы богохульства, а на конце находилась железная голова козла. Хотя этот таран передвигался медленно, люди в пустыне казались беспомощными и не могли убежать от него, и он давил всех, на кого наезжал. Со всех концов пустыни раздавались тоны, отзвуки которых отражались от скал и наполняли атмосферу пустыни ужасом. Боевой таран медленно въехал на вершину песчаного бархана и, набирая скорость, стал спускаться по другому склону. Задыхаясь от страха, я на корточках, увязая руками и ногами в глубоком песке, пыталась вскарабкаться на вершину бархана, чтобы проследить за его передвижением. Таран развил огромную скорость, устремляясь вниз по склону в глубокую долину. На его пути у подножия бархана находился город с крепостной стеной. И город, и стена были песочного цвета, и казались утонувшими в песке, будто были поглощены им. И выцветшая надпись на стене гласила «Церковь». Боевой таран был массивен, а каменная стена города не выглядела прочной. Мощным ударом голова козла пробила стену. Он продвигался, превращая в развалины дома и строения, замедляя при этом свою скорость. Когда он пробил стену с противоположной стороны города, то остановился, увязнув в песке. Наступила странная тишина, которая изредка нарушалась тонами. Они исходили от родственников и близких, узнавших о гибели любимых. Но более странным, чем тишина, было то, что очень, очень мало людей пытались убежать через разрушенные стены города. Затем, медленно, боевой таран развернулся и начал двигаться вверх по склону Бархана прямо на меня. Голова козла на оконечности тарана скалилась, словно опьяненная кровью. Мне показалось, что таран заметил меня, поэтому я быстро спустилась с вершины и побежала в противоположную сторону. Я лихорадочно искала себе убежище в пустыне. Было слышно, как крутятся огромные колеса, которые снова несли боевой таран к вершине. Вдруг рядом со мной пролетел ангел. Я бежала и кричала, где я могу спрятаться от тарана? Сейчас таран катится беспрепятственно по всей земле. В вышине, выше того, чем он может видеть, находится единственное безопасное место. Позволь мне показать тебе его. Подъем. По мгновению руки ангела появилась лестница, начинавшаяся от земли и уходящая за пределы поля моего зрения в небеса. Я подошла к основанию лестницы и посмотрела вверх, все еще задыхаясь от бега. Ангел полетел вдоль лестницы, поднимаясь все выше и выше от земли, подгоняя меня, сделал мне знак подниматься наверх. Вперед! Закричал ангел. Таран приближается, и нам не хотелось бы, чтобы он не заметил эту лестницу. Вперед! На узкой лестнице не было поручней. Ступени были чистыми, как стекло, и казались скользкими. Был слышен шум колес тарана, и... Все еще задыхаясь, я побежала вверх по ступеням. Скорее! Скорее! Закричал ангел. Я не спускала глаз со ступеней. В руках ангела был шнур пурпурного цвета, привязанный к основанию лестницы. Слышался шум вращающихся колес тарана, приближавшегося ко мне. Но ангел держал веревку и поднимал вверх первую секцию лестницы, подобную мансардной, которую можно складывать. Быстрее! Потребовал ангел. Почти задыхаясь, я продолжала бежать вверх по ступеням. Ангел подтянул тонкую веревку, и возникла еще одна секция лестницы. Продолжай подниматься! Сказал ангел, хотя интонация его голоса была уже менее требовательной. Из последних сил я поднялась по лестнице и только теперь поняла, что избежала опасности. Боевой таран крутился под нами, так как третья секция лестницы была уже поднята. Ты оказалась в безопасности, взобравшись на вторую секцию лестницы, но чтобы быть в полной безопасности, тебе нужно пройти третью. Сказал ангел. Как только боевой таран прокатил мимо, я попыталась перевести дыхание и успокоиться. Только затем я осмотрелась. Где же я? Спросил я сама себя. Рай! Рай! Улыбнулся ангел, привязывая веревку лестницы к столбу. Надпись над мачтой гласила. Лестничный переход. Я осмотрелась и увидела самый прекрасный парк, когда-либо виденный мной. Там были пологие холмы, клумбы с нежными цветами, и трава, подстриженная и зеленая, как на газонах английских замков. Этот парк пересекал аллеи. Там также были тихие пруды, ручей и роскошные деревья, которые создавали тень, но сумрака не было. От всей растительности исходил мягкий свет. Прекрасно! Подумала я. Я не удивилась тому, что он читает мои мысли. Я вернулась, чтобы взглянуть в него, и только тогда его внешность показалась мне знакомой. Он был ростом около 190 сантиметров, его возраст был чуть более 30 лет, судя по человеческим меркам. У него были каштановые, волнистые волосы, и он носил коричневую прозрачную мантию до пят. Из-под тонкой мантии виднелся рабочий комбинезон в бело-синюю полоску, который можно купить в каком-нибудь сельском магазине. Меня поразило то, что коричневая мантия слишком тонкая, и в ней должно быть холодно на работе. Веревка перепоясывала его через плечо и грудь, затем свободно облегала талию и возвращалась через спину снова на плечо. Он носил белый ремень, на котором висела маленькая сумка для инструментов. Эта сумка была похожа на ту, что носят телефонисты. Во время разговора со мной он снимал с себя пару коричневых спук с серебряными носами. «Здесь не носит обувь», — улыбнулся он мне, — «это святая земля». Я взглянула на свои ноги и увидела, что они тоже босые. Он встал и взял свои ботинки в руки. «Ты здесь в безопасности», — продолжил он, — «теперь уже все позади». «А что это было?» — спросила я. «Могучий враг Господа и его церкви», — ответил он. «Но он же разрушал церковь», — воскликнула я. «Два типа церквей. Только та из них может быть разрушена, которая только называется церковью», — продолжил он. «На ней висит вывеска «церковь», но многие живут за ее пределами. Церковь, настоящая церковь, избежала этого, настоящая церковь живет и движется быстрее, чем любой боевой таран. Первое действительно уродливо, ибо, если вы представляете из себя мертвые камни, тогда, конечно, такая церковь, как и любое строение из искусственных материалов, немного может выдержать. Однако настоящая живая церковь Иисуса Христа может прятаться в пещерах, уплывать по водам или подниматься в рай. Члены настоящей церкви знают, где расположена скрытая лестница. Такой человек может просить о помощи, и мы спускаем лестницу, чтобы он смог избежать опасности. Настоящая церковь жизнеспособнее любого тарана. Затем, как любой хорошо воспитанный человек, он предложил. Ты не хотела бы перекусить? Это пошло бы тебе на пользу. Да, это было бы хорошо. Согласилась я, стараясь совладать собой. К нам подплыл поднос с фруктами. Я потянулась к подносу выбрать что-нибудь. Некоторые из них я видела на земле, а некоторые нет. Все они были свежи. Сделав выбор, мы начали кушать. Тебе необходимо познакомиться с расположением скрытой лестницы. Продолжал ангел. А что, есть такая карта? Спросила я. Нет, засмеялся ангел. Эта карта, в духе. Следуй за ним, и он приведет тебя к ней. Я посмотрела на лестницу. Эти ступени выглядят стеклянными. Сказала я. Это свет. Ответил ангел. Красиво, а правда ли? А люди с них не падают. Нет, если они смотрят на Иисуса, проговорил он. Я бы не советовал смотреть в сторону, иначе споткнешься. Какие замечательные фрукты! Воскликнула я. Да, здесь все хорошее, сказал ангел, изображая ковбоя. Я рассмеялась от души. Он не соответствовал моему представлению об ангелах. Как тебя зовут? Спросила я. Ангел Азар. Азар, ответил ангел. Я тот, кто отвечает, когда ты просишь о помощи. Здесь только один такой, как ты? Спросила я. Ты имеешь в виду для всей Земли? О, нет. Нам предназначено заботиться о небольшом количестве людей, на чьи призывы мы отвечаем, в соответствии с их образом жизни. Иногда какой-нибудь ловкач требует одного из нас только для себя, но обычно мы можем работать с пятью людьми. Наш начальник выбирает, с кем нам работать. Начальник? Удивилась я. Понимаешь, наш непосредственный начальник, не Господь Бог, я имею в виду ангела, отвечающего за помощь. Пока ты живешь на Земле, я буду отвечать на твои призывы о помощи. Поэтому не нужно все так усложнять. Засмеялся он. Он удивил меня. Ну, теперь ты сыта? Спросил он. Да, спасибо. Поблагодарила я. И под нос с фруктами исчез. Предложение. А теперь, продолжил ангел, ты можешь возвращаться тем же путем, каким пришла. Опасность миновала, но я бы все же предложил бы тебе пройти в тронный зал. По какой-то причине ты должна побывать там, но мне не дано ее знать. Твой отец сможет рассказать тебе, зачем ты оказалась здесь. Мой отец. Спросила я, вглядываясь в парк. Я погрузилась в размышления. Мне казалось так же, как ребенок может пойти навестить своего земного отца. Конечно. Сказал он, читая мои мысли. Просто иди по тропинке. Она приведет меня в тронный зал. Здесь все дороги ведут к Богу. Это не такие дороги, как на Земле. Я посмотрела на дорожку, и мне показалось, это было недосягаемо для меня. Вперед. Засмеялся он. Иди навстречу со своим папой. Я буду здесь, когда настанет время возвращаться. Разве ты не хочешь узнать, почему ты здесь? Спросил он. Хочу. Воскликнула я, смеясь. Он в недоумении развел руками, как бы говоря, ну и ну. Благодарю. Сказала я серьезно. Он улыбнулся и спокойно повторил. Творец Вселенной желает побыть в твоей компании. Не заставляй его ждать. Я улыбнулась и показала ему, что ступаю на дорожку. Он окликнул меня. Я буду здесь, когда наступит время возвращаться. Я помахала ему рукой, давая и знак, что все поняла. Затем, затаив дыхание, я направилась к тронному залу. Глава вторая. Песчаные замки. К моему великому изумлению, дорожка, по которой я шла, оказалась подвижной, как конвейер или движущийся тротуар. Я смотрела на свои босые ноги, стоящие на гладкой движущейся поверхности. Именно в этот момент я увидела другую пару ног рядом с моими. Я шла не одна. Подняв глаза, я посмотрела в лицо высокого ангела. «Привет!» Сказал он с небрежной приветливостью. «Привет!» Ответила я. Он был выше двух метров, со светлыми волосами, которые, казалось, светились. Вероятно, свет был внутри него и просвечивался через голову и волосы. Я не могла понять этого. Его лицо было серьезным, с выражением властности. Он носил длинную белую тунику, и у него были большие сильные белые крылья. «Кто вы?» Продолжила я. «Ангел обетований, я посланник», — ответил ангел. Я почувствовала силу, исходящую из него. «Какие послания вы доставляете?» Спросила я. «Обетование», — сказал он. «Я помогаю доставлять обетования Божьей человечеству. Это большая работа!» Пробормотала я, в надежде, что он станет менее официальным. «Очень!» — сдержанно кивнул он. «Он не стал менее официальным!» «Значит, — думал я, — не все ангелы похожи друг на друга. Этот дух очень серьезен, как посел. Вдруг я вспомнила, что он знает, о чем я думаю. «Вы доставляете обетование на землю?» Спросила я вслух. «Да», — он сделал паузу, подчеркивая слово «ваши». «Мои!» — воскликнула я. «Ваши!» — подчеркнул он. «Когда вы вступили в Царство Божье, разве Господь не сказал вам, что вы попадете на небеса?» «Да», — ответила я рассеянно, разглядывая окружающие места. Я покопалась в своей памяти. Это было так давно. Обетование Когда я пришла к Господу двадцать лет назад, это было время чудес. В то время он дал мне несколько обетований, которые я применяла в своей жизни. Хотя я не думала о них постоянно, я понимала, что он выполняет большую часть ежедневно. Но одно обетование, это удивительное обетование, еще ни разу не исполнилось. Сначала я из сказы страстно ждала его исполнения, а через некоторое время, однако, повседневные заботы вытеснили от ожидания, пока я совсем о нем не забыла. «Ничего не происходило, начала оправдываться я, и...» Мой голос затих. Я признала, что позабыла об этом. «Однако Бог не забыл», — сказал он, — «и полнота времен наступила. Я едва слышала его, потому что пыталась связать вместе прошлое и настоящее. Незнание путей Господних не отменяет их действия», — сказал ангел. «Хотя, конечно, неверие является великим препятствием». «Но что это значит?» — спросила я, заглядывая в его лицо. «Я неуполномочен рассказывать вам. Спросите своего отца. Открывающий тайны откроет вам и этот секрет. Я совсем запуталась в размышлениях». Он продолжил. «Наш Бог верен и праведен, Он любит вас». Похоже, во времена больших потрясений начинаешь думать о самых необычайных вещах. Вдруг мне захотелось узнать его имя. «Как вас зовут?» — спросила я. «Ищите обо мне в Писании. Ваш отец хочет, чтобы выросли и утверждались от Слова Божия во всем, что видите и слышите. Найдите там мое имя», — сказал он и исчез. Путешествие «Прежде чем я опомнилась от его неожиданного исчезновения, я услышала отдаленный голос, говорящий в мегавон, как в туристическом автобусе. Живописные холмы, мягкий дырм, прохладные ручьи. Я повернулась и увидела ангела с крыльями, проворно снующего между людьми вдали от меня на движущейся дорожке, он был похож на продавца билетов на карусели. И он тоже носил белый монтиоп, но на голове у него была синяя шляпа с вышитой надписью «Экскурсовод». На талии у него был серебряный пояс с висящим на нем кошельком для монет. Однако я не заметила, чтобы он спрашивал у кого-либо деньги за экскурсию. Его голос был высоким и громким, как он зазывал и на ярмарке. Он показывал достопримечательности рая. Все ручьи вытекают из-под престола. Все берет начало из одного источника. Говорил он, пробираясь через группу людей. Мы остановимся здесь полюбоваться пейзажем. Движущаяся дорожка остановилась, и люди в начале очереди сошли с нее, чтобы взглянуть на открывающийся вид. Гид поворачивался, отвечая на вопросы, поэтому я тоже сошла, подошла к ручью и присела рядом с ним. Впервые я смогла поближе рассмотреть растительность рая. Трава выглядела таков же, как и на земле, но ее свойства, несомненно, были другими. Можно было пройти по ней, и она возвращалась в прежнее состояние после того, как была примята. Около ручья было несколько формленных цветочных клумб, но опять-таки, это были не такие цветы, какие есть на земле. Они были совершенны. Я растянулась всем телом у кромки воды и опустила руку в ручей. Было прохладно. Но вода ли это? Задала я себе вопрос. Наверное, нет, подумала я. Похоже, это свет. Группа ангелов пролетела над моей головой. Они летели клином, как стая гусей. Когда я повернулась, чтобы посмотреть в воду, я увидела еще чье-то отражение рядом с моим. Песочница. Привет. Произнес детский голос. Я повернулась к ней. Вы путешествуете? Спросила она. Да, ответала я, разглядывая ее. Она выглядела как девочка пяти или шести лет, но она вся светилась. У нее не было крыльев, а ее глаза выглядели гораздо старше и не соответствовали ее маленькой фигурке. На ней был надет бледный меткалевый сарафан поверх слабо раскрашенной короткой сорочки. У нее были растрепанные кудрявые волосы, словно после игры. Она была похожа на маленькую девочку, но каждый раз, когда я смотрела на ее руку или ногу, я понимала, что она — дух. Она заинтриговала меня. Вы только что начали путешествие? Спросила она. Да, пожалуй. А что? Спросила я. Я хотела, чтобы вы поиграли со мной, сказала она. Поиграть с тобой? Спросила я с недоверием. Да, в моей песочнице. Сказала она. Вы пойдете. Как раз в это время экскурсовод подошел к нам, и остановилась. Мысленно я разрывалась между возможностью познакомиться с этим маленьким духом и продолжением путешествия. Можно мне пойти с тобой? Как тебя зовут? Спросила я, наклонившись к ней, так, как обычно спрашивают детей. Кристально чистые. Можно мне на несколько минут пойти с Кристально чистой? Спросила я экскурсовода. А, хорошо, сказал он. Найдете нас в миндальной роще. А как я найду эту рощу? Спросила я. Кристально чистая покажет вам дорогу. Да, конечно, сказала она радостно. Пойдем со мной. Урок. Неожиданно мы оказались на просторном побережье, но моря там не было. Было похоже, что пляж есть, а океана нет. В песке лежали разнообразные красные и синие детские ведерки и лопатки. Вам ведь всегда хотелось построить песчаный замок? Спросила она. Я пробормотала. Ну, в общем нет, кристально чистые. Нет, хотелось. Продолжала она. Подумайте-ка об этом. Вам всегда хотелось построить это на земле, а это всего лишь песок. Когда приходит прилив, все расползается. Даже инструменты для строительства остаются дольше, чем песчаный замок, потому что эти инструменты – от Бога. Но если вы используете их для строительства на песке, вместо того, чтобы строить в вечности, что у вас останется? Просто и трата времени, пожалуй, на плечами. Вам всегда хотелось иметь такой песчаный замок. Это ведь глупо, а правда ли? Да, я полагаю, да, сказала я спокойно. Я не хотела признаваться, но она была права. Мне хотелось иметь дома финансовую обеспеченность и совершить что-нибудь для Бога, конечно, но у меня было какое-то зашаренное представление о жизни на земле. Я христианизировала, мирские убеждения и вложила их в свою оболочку. Горько было услышать, что цель моей жизни была плыцкой и недостойной Господа, и я так и не рассталась с ней. Вы хотите поиграть? Продолжила она весело. Я была несколько раздосадована на себя. Мне захотелось изменить тему разговора. Зачем здесь столько песка? Спросила я. Многие хотят строить на песке, и мы даем им эту возможность. Видите ли, это освобождает их от прежних привычек. Может, если вы построите сейчас что-то на песке, то почувствуете, я сделала это. Эта затея выглядит глупой, промолвила я с каменным выражением лица. Ну да, это так. Однако, строят на земле, то же самое, глупые, позабытые игрушки. Которые не просто собирают пыль на чердаке, а разлагаются, и совершенно никому не нужны, напрасные растрачивания драгоценного времени Бога. Сказала она довольно-таки брезгливо. У меня появился вкус медной монеты во рту. Ничего, если мы не будем играть сегодня? Спросила я. Все в порядке, сказала она. Вы хотите присоединиться к экскурсии? Не знаю, произнесла я растерянно. Я чувствовала себя так, будто меня сбил грузовик. Мне нравится твое имя, Кристалль Чистая. Сказала я с кислым видом. Она тебе идет. Может, передохнешь? Предложила она, как будто не расслышав мое замечание. Ну, не забудьте вернуться к нам. Мы здесь любим вас, пожалуйста, поддерживайте с нами связь. Она подняла свои крошечные ручки, а я в ответ подняла свои. Свет из ее рук прошел через мое и мягко уронил меня назад. Я лежала на воздухе, и подобно тому, как кто-нибудь лежит на больничной тележке, и его провозят через палаты. Мои руки были скрещены на груди, и я проплывала по своему пути, как пациент, возвращающийся из операционной. Глава третья. Ангелы на учебе. Какой-то ангел пошел рядом со мной, когда я плыла своим путем. Кого ты разыскиваешь? Спросил ангел. Я собираюсь увидеть своего отца в тронном зале, ответила я. Он повсюду, но это не тронный зал. Водопад с террасами я приплыла к берегу пруда, и опустилась на траву, чтобы отдохнуть. Пруд находился у основания высокого террасного водопада. По краям водопада росла лаванда и свисала зелень. Над прудом была тонкая туманная дымка, возникшая под действием падающей воды. Что это за место? Спросила я. Один из садов, сказал ангел. Здесь спокойно, почему бы тебе не отдохнуть? Предложил он и затем исчез. В звучании водопада было что-то умиротворяющее, наполненное покоем. Кто-то напевал прекрасную мелодию. Этот звук проникал и вибрировал во мне, затрагивая каждую частичку моего тела. Затем высокий голос запел. Такое место есть, где головой склонясь, все путники спокойно отдыхают. К орлиному гнезду, из мира возвратясь, и всякая борьба внутри сердец стихает. О, Агнать Божий, сердец желания наших! О, Слове, истина, пылающий огонь! О, Агнать Божий от века Богом избран! Ты путников прими, когда окончен бег! К концу песни из пеленной тумана медленно появилась какая-то фигура. Я села, чтобы рассмотреть это необычайное зрелище. Вереск из тумана, кто вы? Спросила я. Я, Вереск! Сказала фигура. Я ухаживаю за этой частью сада. Иногда тропа проходит рядом с тихими водами или ведет в душистые сады, улыбнулась она. Я легла на траву, потому что очень устала и все еще приходила в себя от своих переживаний у песочницы. Она продолжила после паузы. Ты хочешь возрастать в духе или в естестве? Более всего в духе, сказала я. Тогда взращивай в себе послушание, сказала она. Твой отец любит тебя. Я знаю это, иначе тебя бы не было здесь. У тебя не было бы ни доступа к нему, ни возможности войти в эти душистые сады. Расскажите мне об этих садах, попросила я. Здесь их так много, и каждый из них наполнен неописуемыми, восхитительными наслаждениями. Я думаю, что идя по этой дорожке, ты постоянно надеешься попасть в тронный зал. Да. Но твой отец хочет, чтобы ты увидела как можно больше его прекрасной земли. Вопрос, вдруг я село и внимательно посмотрела на нее. Вереск, а чем вы занимаетесь здесь? Мы возрастаем в Боге. А также, я ухаживаю за этим маленьким участком сада. Но мы не работаем здесь физически. Три, мы живем для того, что вы называете духовным ростом. Затем, возвращаясь к той теме, которую она затронула до моего вопроса, и взмахнула рукой. Те края, которые предстоит посетить, бесконечны и несравненно прекрасны. Мне кажется, я здесь одна, но я знаю, что есть и другие. Сказала я. Да, но твой отец отвечает на твои молитвы о возрастании и познании. Он решает, как учить каждое свое дитя. Улыбнулась она. Здесь индивидуальное обучение. Один на один. Спрашивай, что хочешь. Я ощущаю такой покой в этом месте. Мне трудно придумать какие-нибудь вопросы, ответила я. Я понимаю тебя. Задумчиво сказала она. Мне пришел в голову только один вопрос, ответ на который я, кажется, уже знала, но все же спросила. Вы общаетесь между собой? Да, и мы счастливы. Вообще-то, нас много вокруг, но меня одну послали к тебе, поэтому ты и видишь только меня. А почему вас зовут Вереск? Из-за цветов, которые растут на склонах, произнесла она, глядя на сады, уходящие террасами в вузь. Ангел Клара. Привет, Инн, привет, Вереск. Проговорила женский голос позади нас. Мы обернулись. Клара. Представила ее Вереск. Мы все ее очень любим. Привет, Клара. Сказала я. Она, несомненно, была самым красивым созданием, какое я когда-либо видела. Ангел Клара выглядела очень женственно, от ее головы исходил мягкий свет. У нее были золотисто-рыжие волосы с пробором посередине. Как у женщин на картинах батичели. На ней была белая драпированная туника, похожая на те, что носили женщины до времен Христа, прихваченные пояском высшей талии. У нее были ярко-голубые глаза. Приглашение Клары. Я пришла, чтобы забрать им на обучение. Продолжала Клара. Что это за обучение? Спросила я. Обучение исцеляющих ангелов. Улыбнулась она. Сказала я мягко, изумленная тем, что она говорила о той сфере, которая представляла для меня большой интерес. Мне хотелось бы этого, но... Я пыталась подобрать слова, а также получить указания. Я пыталась подобрать слова, а также получить указания. Я направляюсь к тронному залу. Это по пути? Улыбнулась она. Твой небесный отец предоставляет тебе эту возможность. Я упростительно посмотрела на Вереск. На твоем месте я бы пошла. Поддержала она. Ну что, пойдем? Спросила Клара. Да, сказала я с энтузиазмом. Клара засмеялась. Спасибо, Вереск. Кажется, она отлично отдохнула. Да, спасибо, Вереск. Добавил я, поворачиваясь к ней, но она уже исчезала в туманной пелене водопада, улыбаясь и подняв свои руки в знак прощания. Мы остались вдвоем. Пристрой. Тут же мы оказались около огромного здания, над двойными дверями которого была небольшая вывеска. Пристрой. Это здание находилось недалеко от такого же большого здания с вывеской на непонятном мне языке. Интересно, значит, передвижение происходит здесь со скоростью мысли? И подумала я про себя. Мы вошли в дом. Он представлял из себя огромную аудиторию, очень похожую на зал в муниципалитете большого города. Здесь было много ярусов, а также основной зал. Ангелы заполняли аудиторию. Все ангелы носили на рукавах повязки с большим красным крестом. Вероятно, они пришли послушать лекцию. Преподаватель находился на высокой возвышенной трибуне перед огромной чистой доской. Материал, из которого она была изготовлена, был похож на прозрачный пластик. В руках у него была длинная указка, с помощью которой он наносил цветные иллюстрации на доску, касаясь ее. Он не рисовал и не писал, а только указывал, и изображения появлялись на доске. Клара стала пробираться к передней части аудитории. Ангелы сохраняли внимание, но отходили в сторону, чтобы пропустить нас вниз по проходу. Мы встали около возвышения кафедры, и я более четко смогла рассмотреть преподавателя. У него была короткая стрижка и повязка с красным крестом на рукаве, а также на ошибке. Ангелы исцеления Я повернулась, чтобы разглядеть ангелов. Они были похожи на ангелов объединенных наций, представляя многие национальности. Я предположила, что Господь пошлет их с заданиями по всему миру. Они были очень увлечены лекцией. Преподаватель продолжал. Вы должны понимать, что играете очень важную роль в обещанной Господом победе в сфере здоровья. Враг прибегнет к любой хитрости, чтобы попытаться обратить в неверие тех, кого Господь верил вам. Он преследует все человечество в целом, но особенно избранных. Спасенным бывает легче поверить в то, что Господь благословляет их финансовую сферу, чем принять от него исцеление. Господь желает здоровья своему народу. Пробуждение и исцеление как раз должны начаться. Мы пошлем двоих из вас вместо одного, как было ранее, каждому, кто избран получить дар исцеления. Мы хотим, чтобы вы сейчас учились работать вместе. У нас есть несколько значков для тех, кто получил этот дар. Он показал значок. На зеленом фоне красными буквами было написано. Только верь. Есть огромное количество искупленных, которые придут сюда позже и будут трудиться в вере на земле. Пусть вас не смущает то, что они вам говорят. Они здесь для того, чтобы показать точно, каким образом вы могли бы выполнять свое поручение. Некоторые из ответов вам покажутся безумными, но необычны. Вы сможете понять, каким образом враг подрывает веру в его благодутное исцеление. Мы ознакомим вас с системой, направленной на пробуждение веры в исцеление. Очень и очень многие должны получить дар исцеления. Вопросы есть? Когда это будет? Спросил ангел, идущий сзади. Господь Бог, Сидержитель знает об этом. Только будь готов. Последовал ответ преподавателя. Он сказал. Скоро и будет по слову его. Это послужило причиной для интенсивной учебы. Другие вопросы будут? Наступила полная тишина. Хорошо, возвращайтесь сюда после того, как поработаете с искупленными. Прежде чем все прояснится, не надо, я повторяю, не надо задавать личных вопросов верующим, чтобы вы как следует подготовились к экзаменам. Мы хотим, чтобы вы прежде получили полное представление о том, к чему вам следует быть готовыми. Если нет вопросов, вы свободны. В зале началось оживление, когда ангелы встали, разговаривая друг с другом, покинули зал. Масклоры поднялись наверх по ступенькам кафедры. Преподаватель стирал что-то с прозрачной доски, когда мы подошли к нему. Преподаватель ангелов. Привет, Клара. Кто это с тобой? Подшутил он, как обычно взрослый шутит над ребенком, которого хорошо знает. Я думаю, ты знаешь он. Подыграла ему Клара. Его глаза заблестели. Да, конечно же, я знаю ее. Если бы я не говорил студентам о том, чтобы они воздержались от взобрежки перед экзаменом, то попросил бы он ответить на несколько вопросов, которые они услышат на земле. Ну, шабур. Улыбнулась Клара, покачивая головой, словно собираясь подшутить над ним. Однако я поняла, к чему он клонит, поэтому сменила тему разговора. Что это за нашивки на ваших рукавах? Спросила я. Ранами его мы исцелились. И он приветливо улыбнулся, глядя на нашивки. Клара продолжила. Мы на экскурсии. Есть ли у тебя какое-либо предложение? Висячие сады. Начал он. Нет, улыбнулась она. Нас интересуют исцеляющие ангелы и все, что касается исцеления. Он взглянул на дощечку, которую он держал в руках, и очень серьезно произнес. Я вижу, что об им заботятся два моих самых лучших ангела. Обо мне? Воскликнула я. Неужели? Я знала, что Бог дадал дар исцеления некоторым своим детям. И однажды этот дар так сильно проявился через меня, что каждый, за кого я молилась, исцелялся. Это чудесное помазание было на мне несколько месяцев, но затем оно ушло. Почему он дал мне его и почему помазание ушло, я не могла понять. И с тех пор в моей голове было больше вопросов, чем ответов. Учеба. Преподаватель, не дав ответа на мой внутренний диалог, продолжал. Клара, я бы предложила ей вновь начать учебу. Она является классическим примером, колеблющихся в вере, троню ее, и она поколеблется. Я сам собираюсь проводить эти занятия. Продолжал он. Она может изучать этот материал дома, как заочный курс, но поскольку она сейчас здесь, то могла бы посетить хранилище. Клара обернулась ко мне, как ты на это смотришь? Да, согласилась я. Если Господь собирается использовать меня в молитвах за исцеление других, я... Ну, мне нужно изучить все возможное. Хорошо, сказал он. Ты начнешь с того, что подождешь за соседней дверью. Мы вызовем тебя, когда нужно будет начать свой курс дома. Согласны ли вы? Великолепно, Ю, воскликнула Клара. Не дождавшись моего ответа. Мы начнем прямо сейчас. Спасибо. Она направляла нас к ступенькам кафедры. Да, благодарю вас, произнесла я. Просьба. Он окликнул нас, не разговаривайте по дороге ни с кем. Вы можете стать искушением, и они начнут задавать вам вопросы. Вдруг как будто какая-то мысль пронеслась в его голове, подождите минуту. Это действительно блестящая возможность. Вы здесь, и... Я не могла понять, о чем он говорит. Не согласитесь ли вы, чтобы студенты задали вам несколько вопросов и услышали в ответ ваши доводы? Иногда искупленную на небес очень трудно вспомнить, каким образом они думали, находясь на земле. Согласны ли вы? Простите, улыбнулась я. Я правда такая упрямая? Нет, 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 сказал он, положив дощечку, и подошел ко мне, чтобы обнять за плечи. Вы просто типичны в своих доводах на земле. Если это будет полезно для вас, и для других, ответила я. Да, конечно. Хорошо, вы и Клара пройдете в следующую дверь. Мы вызовем вас оттуда, сказал он, направляясь к большой доске. Вдруг он вновь посмотрел на нас. Сейчас не задавайте Кларе вопросов об исцелении. Мы не хотим готового образца для них. Хорошо, согласилась я. Он вернулся к доске, а мы начали спускаться по ступенькам и тут же оказались в конце большого зала. У выхода с двойными дверями. Вскоре мы вышли из здания и на лужайке увидели тысячу учащихся ангелов, сидевших парами с одним или двумя искупленными. Они были увлечены беседой. Я подняла глаза на табличку над входом в здание, куда мы направлялись. Ранее я не могла ее прочесть, но сейчас, к моему великому изумлению, надпись обозначилась четко. Части. Тело. Клара открыла дверь, и мы вошли в здание. Глава четвертая. Исцеляющие ангелы. Хранилище было таким же огромным, как и зал, который мы только что покинули. И белым, как стерильная лаборатория для научно-исследовательской работы. В здании было необычайно светло, как будто яркий свет был необходимым условием для хранения того, что было законсервировано здесь. В этом здании содержатся все существующие части человеческого тела, пояснила Клара. В помещении повсюду рядами стояли контейнеры с частями человеческого тела всех цветов и размеров. Работники хранилища в помещении работали ангелов белым. Они были ростом с человека, на рукавах одежды виднелись повязки с красным крестом. Крыльев у них не было. Один из ангелов подошел к нам. «Мы очень рады, что ты посетил нас, Энн». «Откуда вы знаете меня?» Удивилась я. «Мы знаем каждого, кто должен получить дар исцеления». Улыбнулся он. «Тебе необходимо знать о том, что хранится здесь». Он спустился с нами вниз по широкому центральному проходу. Осмотревая контейнеры, я поинтересовалась, что будет означать для меня получение дара исцеления на всю оставшуюся жизнь. Через Святое Писание Иисус заповедал нам исцелять больных и воскрешать мертвых, но я не была среди тех, через кого наиболее полно могло бы быть выполнено это повеление. Исцеление чаще всего воспринимается как полномочия христиан, но многие из нас едва ли представляют себе ту силу, посредством которой ранее Церковь исцеляла физических больных. «Я всегда оправдывала себя и других, но втайне я задумывалась, почему?» Ангел продолжал. «Мы готовы. Господь полностью обеспечил нас. Пусть твое путешествие будет приятным. Мы продолжим его», — сказала Клара. «Хорошо», — поддержала я, немного смутившись. Перед тем, как вернуться к своей работе, он с поклоном отступил назад. Вызов У меня возникла масса вопросов, которые я хотела бы задать Кларе. Внезапно небольшой листок бумаги проплыл перед нашими глазами и застыл в воздухе. На нем было написано. «Пожалуйста, вернитесь в пристрой». Затем лист исчез. «Это случилось быстрее, чем я думала», — сказала Клара. «Мы направились к выходу». «Клара, это начинает мне нравиться. Я чувствую, что могу помочь этим ангелам. Какая честь! Какой подарок!» Воскликнула я с облегчением. «Да», — согласилась она. «Ты только подумай, что я могла бы увидеть этих ангелов вместе с людьми во время пробуждения», — поделилась я своими мыслями. Мы покинули хранилище и вскоре подошли к пристрою. А я все продолжала молча повторять. Помогать ангелам. Затем я вновь обратилась к Кларе. «Вы Ангелы, так добры к нам, и так редко мы имеем возможность помочь вам». Она улыбнулась, и по выражению ее глаз мне показалось, что она не согласна с этим, но ей не хотелось погасить мой энтузиазм. Ангелы с нашивками. Мы вошли в пристрой, где вновь собрались ангелы. На кафедре находилась группа ангелов, у которых не было повязок. Но сверху и снизу на рукавах виднелись красные нашивки. Мы остановились у входа. «Этим ангелам, с нашивками?» — сказала Клара. «Господь верил в верующих во время последнего возрождения исцеления. Их не так уж много», — заметила я. Клара подтвердила. «Действительно, лишь немногие на Земле получили великую меру дара исцеления. Предполагалось, что эти верующие обучат многих, но случилось так, что большинство из них соорудили палатки и использовали этот дар в целях собственного обогащения». Затем она оглядела большую аудиторию и, улыбнувшись, продолжила. «В этом помещении собралась лишь одна группа учащихся. Остальные же находятся на других уровнях обучения. Некоторые уже имеют нашивки и находятся с теми, кого им определил Господь. Многие из искупленных на Земле проходят заточный курс, порой даже не зная об этом. Для того, чтобы верующему послали двух ангелов, необходимо полное завершение этого курса. Поэтому каждый учится прямо сейчас, не так ли? Это тот самый заточный курс, который мне предстоит пройти», — спросила я. Да, все, что говорится в слове об исцелении, включено в этот курс. Через минуту она обратила свое внимание на ангелов, стоящих на кафедре. От них исходил мощный свет, один из ангелов говорил. «Господь желает, чтобы те из нас, кого использовали во время последнего пробуждения на Земле, поддержали воссоединение перед началом излияния Духа Святого. Можно сказать, что мы завершаем последнее излияние. Для нас будет честью, что воссоединение станет началом празднования, способствующим последующему великому движению Господа для исцеления». Один из ангелов старейшин воскликнул. «Мы знаем, что ваш следующий вопрос будет звучать так. Когда?» На лицах учеников появились одобрительные улыбки. Ангел продолжил. «Мы не знаем когда, но Господь обещал. Скоро!» Я шепнула Кларе. «Какие красивые ангелы!» «Да», — подтвердила она. Предыдущее излияние. Другой ангел, стоящий на кафедре, произнес. «То, что случилось во время последнего великого излияния Духа Святого для исцеления, причинило всем нам сильную боль. Ангелы печально посмотрели друг на друга. Грех незаметно вошел в сердце людей. Наконец, большинство людей утратили дар исцеления и перестали узнавать тех из нас, кто служил им. «Возможно, человечество обмануты миром!» «Возможно, человечество обмануты миром!» «И демоны, с которыми вам предстоит сражаться, будут не слабее вас и будут очень решительны, потому что время короткое», — добавил первый ангел. «А сейчас вернемся вновь к разговору с Шабуром. Ангелы, сидящая в аудитории, встали перед стоящими у кафедры и начали дуть на них. Я подумала, что это было своеобразной формой приветствия. Спасибо, благодарили те с улыбкой». Шабур сказал ангелам несколько слов, и не покинули кафедру. Шабур же проследовал в центр кафедры. «Помните, что наши друзья уполномочены отвечать на вопросы и помогать не только сейчас, но и в период пробуждения». Некоторые ангелы прикасались к пробиравшимся сквозь толпу ангелам с нашивками. Проходя мимо, они смотрели на нас с Кларой. Последний ангел остановился, чтобы поприветствовать нас доброй улыбкой. «Проведем разминку», — сказал Шабур. Энн пришла. Подготовка к обучению. Клара начала продвигаться вперед. Ангелы, с которыми мы уже встречались, улыбались нам. Они шли рядом, разговаривая между собой. Шабур ждал нас на кафедре, улыбаясь и провожая нас взглядом. «Ну, вот ты и здесь, Энн!» Его лицо озарилось улыбкой. «Это произошло очень быстро», — заметила Клара. «Она собирается задать тебе вопросы», — Шабур погрозил пальцем, подразнивая меня, как ребенка. «Идите сюда», — пригласил он. «У меня есть места для вас. Располагайтесь поудобнее». Затем он повернулся к аудитории. «Итак, займите свои места», — обратился он к разговаривающим. «Вы можете побеседовать позже». Он указал на меня, «Перед вами Энн». Она любезно приняла предложение ответить на все ваши вопросы, касающиеся ее лично и всех людей в целом. Я дернула Шабура за мантию и прошептала. «Я не знаю всего». Все заулыбались. Шабур тоже улыбнулся. «Мы знаем это. Мы тоже не можем знать всего, поэтому мы собрались все здесь. Я просто отойду немного назад и позволю тебе начать разговор». Обучение ангелов. «Я не знала, как будет проходить собрание, но никак не ожидала, что буду в таком смущении. Язык совсем не слушался меня, когда я начала говорить. Во-первых, это такое благословение для меня имеет возможность оказать вам помощь. Хм. Эм. Я не знала, с чего начать, поэтому я просто выпалила». «Ну, большая часть людей на Земле не верит в божественное исцеление». В зале послышались удивленные возгласы. Я продолжала. Даже спасенные с трудом верят в это. Реакция была такой бурной, что я посмотрела на Шабура. Он попросил меня продолжать. Даже многие из тех, кто видел собственными глазами божественное исцеление, со временем утрачивают твердую веру. В аудитории стало очень шумно. После того, как ваш Абур попросил ангелов воздержаться от эмоций, он обратился ко мне, предложив им задать тебе вопросы. Я смиренно попросила их сделать это. Вопросы ангелов. Один из ангелов поднялся с места и громко спросил, верят ли они Писанию. Не верующие, конечно, нет. И среди верующих не все до конца верят в то, что написано в слове. В зале установилась полная тишина. Дай им немного времени. Они в шоке. Прокомментировала Шабур. Некоторые верующие полагают, что часть книг Библии не является актуальными для настоящего времени. Они считают их устаревшими. Ангел, сидящий недалеко от кафедры, спросил спокойным голосом, отчего в зале вновь установилась тишина. Но в Писании сказано, что Вечность — это прошлое, настоящее будущее. Почему они считают возможным отделять его от слова? Он и есть слово. По залу пронесся единодушный голодобрение. Ну, промямлил я. Такова их позиция. А ваша? Спросил кто-то. Я верю в исцеление и в то, что Господь обещает хорошее здоровье всем по вере, заплатив за это дорогую цену. Но я не совсем понимаю это. Это обещание, данное им в Новом Завете. Пояснил другой ангел, превстався у своего места. Своими ранами от ударов он заново скроил вас, восстановил и вновь присоединил к себе. Он представляет собой божественное здоровье, и это совершенно точно. Но очень часто люди болеют, недоумевала я. И поднялся другой ангел. Это обещание, данное им через слово. Но каждый должен оставаться верным Христу. Безусловно, если человек легкомысленно наносит вред своему немощнейшему сосуду. Продолжил другой. Прощение должно быть полным. Включился в разговор ангел, сидящий поблизости. Стоит лишь перестать следовать за спасителем, и результатом будет любая болезнь. Как ночь наступает после дня, согласились они. Ангелы были единодушны в своем мнении. Я воскликнула. Но у многих, кому будет дан дар исцеления, может ослабить веру в обетование, данное Иисусом в Новом Завете. Как быть в этом случае? Благодать. Ангелы вновь заулыбались, проговорив в унисон. Благодать. Предстоящее пробуждение поднимется по благодати Божией через излияние Духа Святого, объяснил Шабур и, обращаясь ко мне, спросил. Ты утомилась, Эм? Да, так много всего. Вздохнула я. Студенты, сказал Шабур. На сегодня достаточно. Давайте встанем и поблагодарим Эм. Ангелы захлопали, поддерживая меня. Все хорошо, все прекрасно. Заулыбался он. Вы свободны. Он повернулся ко мне. Благодарю, Эм. Все было хорошо. Эти студенты думали, что их уже больше ничем нельзя удивить. Почему они не подули на меня, как на тех ангелов, которые были здесь ранее? Он громко расхохотался. Это могло бы убить тебя. Через них проходит дыхание самого Господа. И это самый наивысший комплимент, который они могут сделать ангелом, выступающим здесь. Ангелы, будучи сами духами, способны принять это. Они вдыхают, и это пища для них. Хотя ты и в духе, но в настоящее время ты не в состоянии вместить эту силу. Он положил одну руку на меня, другую на Клару, когда мы собрались спускаться вниз по лестнице. Я почувствовала, что он укрепляет меня в силе. Внизу у лестницы стояли два светловолосых ангела, чем-то сильное и беспокойное. Близнецы. Шабур, сказал один из ангелов, мы бы хотели познакомиться с Ан. Конечно. Понимающе согласился он и мягко произнес. Эн этих ангелов Господь послал к тебе. Ростом они были чуть выше двух метров, выглядели на восемнадцать, двадцать лет и были очень похожи друг на друга. Вы, наверное, близнецы, сказала я. Да, подтвердил другой ангел. Меня зовут Рафа. А он — Рафашана. Рафашана улыбнулся. Спасибо за это общение. Нам необходимо уяснить очень многое перед тем, как приступить к работе. Благодарю вас, ответила я. Я очень устала, и Шабур почувствовал, что этого достаточно. Все было очень полезно для нас, сказал Рафа. Я буду заниматься, вероятно, у нас будет возможность еще поговорить об этом, добавила я. Они взглянули на Шабура. Он утвердительно кивнул головой. Да, широко улыбнулись они, мы еще побеседуем. Если вы не поторопитесь, то можете пропустить следующие занятия, промолвил Шабур, обращаясь к близнецам. Хорошо, улыбнулись они. Увидимся позже. И исчезли. Я останусь здесь, Клара, сказал Шабур. И большое спасибо, Энн. Общение было очень полезным. Не забывай, мы пошлим тебе приглашение к началу следующего занятия. Я буду готова, сказала я, обнимая его. Я никогда раньше не обнимала Ангела. Ощущение от соприкосновения с ним было не таким, к какому мы привыкли на Земле. Он не был таким плотным, если можно так выразиться, но достаточно реальным. До встречи, Клара, сказал он. До свидания. Ответили мы в один голос и направились в противоположную от кафедры сторону. Выход возник перед нами очень неожиданно. Вступив на тропинку, мы необыкновенно быстро удалялись от зданий, которые только что покинули. Он грядет. Внезапно впереди нас зажегся необычайно яркий свет. Сотни духов окружали это великолепие, то устремляясь в центр, то стремительно удаляясь от него, словно орлы с искрящимися крыльями. Они сопровождали свет, словно почетный караул. Освещение было настолько ярким, что серебряные очертания духов были едва заметны. Казалось, что действие происходило темной ночью, хотя тьмы не было вовсе. Все вблизи этого яркого света казалось бледным. Клара повернулась ко мне, он приближается. Он идет к тебе, Энн. Наши лица стали светиться при виде его сияния. Мое сердце затрепетало, хотя полный покой, словно теплой елей объел его. Клара мягко произнесла, «Мы увидимся позже, а сейчас все твое внимание должно быть отдано только ему». Она улыбнулась свету и исчезла. Глава пятая. Господь Иисус. Он приближался, мой возлюбленный, мой друг. Мое дыхание рвалось из груди, когда он подошел ближе, я почувствовала слабость в коленях. Затем, и подобно тому, как листва слетает с деревьев, спокрывает все вокруг, подчиняясь силе ветра, так облако его славы сошло на меня. Духи все еще окружали его, купаясь в лучах его славы, но я могла видеть только Господа. Воспоминания. Я несколько раз видела его стоящим в святилище церкви. В последний раз это случилось два с половиной месяца назад. Он возвышался на высоте чуть более семи метров в святилище церкви, на общегородском молитвенном собрании, где встречались пасторы. Это был Йоанн Кипур. Четыре года подряд мы были участниками городского молитвенного движения и после годичного отсутствия вернулись в город на библейскую конференцию. В тот раз он появился в святилище, одетый в красочную сверкающую мантию. Радуга орелом окружала его. Ослепительное сияние исходило от него. Внезапно он стал размером с человека и заговорил. «Посмотри на меня», — сказал он. Глаза, смотревшие на меня издали, вдруг приблизились так, что невозможно было оторвать от них взгляда, словно от огня. Когда я всматривалась в его глаза, переливающиеся разными цветами, мантия прошла через его тело, приблизилась и облекла меня. Я чувствовала это так же хорошо, как и видела. Затем, не сделав ни шага, он оказался совсем близко и проник прямо в меня. Он смотрел в мой затылок, а я в его. Через мгновение он повернулся во мне, и облаченные в одну мантию мы устремили взор в одном направлении. После этого у меня появилось очень странное ощущение, будто кто-то другой смотрел моими глазами. Это был Иисус. Вдруг он покинул мое тело и повернулся туда, откуда пришел. Через мгновение он исчез, оставив на мне сверкающую разноцветную мантию. Случай, произошедший со мной два с половиной месяца назад, когда я встречалась с Господом, был странным, но все же очень реальным. Я так и не поняла, что все это значило. Я ожидала каких-то крупных перемен в моей жизни, больше помазни, но все оставалось по-прежнему. Желаемый всеми народами Сейчас он стоял передомный в раю. Как можно описать, желаемого всеми народами? Он сам есть жизнь, и это намного больше его физического воплощения. Его глаза, небесно-голубые и бездомные, как глубокий колодец. Кажется, что если ты совершишь путешествие в эти глаза, то разумеешь все тайное, что находится на дне этого колодца. Ты сможешь найти ответы на все вопросы. Он олицетворение любви, света и истины. Множество разных откровений буддоражило мой дух, мелькая со скоростью света, И все это вынуждало меня реагировать так же, как реагировал Лав, когда Господь испытывал его. Но я могла только молчать. Он приблизился ко мне. Господь широко улыбался, как мальчик из детства, которого, казалось, будешь любить всегда, но которого с тех пор ты больше не видела. Прошли годы с тех пор, как ты впервые встретила его и... О, да, ты была права, ты действительно всегда будешь любить его, и никто и никогда не заменит его в твоем сердце. Он взял мою правую руку, и это укрепило меня. Пошли, — сказал он. И мы тотчас полетели. Горы пряностей. Под нами расстилался рай. Духи сопровождали нас со всех сторон. Мы пролетали над цепью гор изумительной красоты. Все возвышенности были разного цвета. Когда мы приблизились к одной из них, я почувствовала исходящий от нее аромат. Господь, где мы находимся? Спросила я. Ты часто звала меня к горам бальзамическим, — сказал он. Вот мы и здесь. На этих возвышенностях росли ароматические пряности. Цвет и аромат каждой из них были совершенно неповторимыми. Наслаждение отца. Они для наслаждения твоего отца, — сказал Иисус, и его детей. Они приносят радость. Не поворачиваясь ко мне. Он спросил. Ты хочешь приносить радость? Да, — ответила я. Послушание, святость сердец, благодарность и истина с милосердием приносят радость моему отцу. Каждая из них подобна пряности. Каждая имеет свое благоухание. Все эти ароматы приносят удовольствие. Букет ароматов, их гармоническое единство, а не запах отдельной пряности говорит ему обо мне. Все вместе они свидетельствуют обо мне, и это доставляет радость моему отцу. Этот аромат пряностей, исходящий от тех, кого он избрал, также говорит обо мне, и он радуется. Каждая гора источала свой тонкий, изысканный аромат, и он волнами отдавал меня во время нашего путешествия. Затем несколько особенных пряностей, растущих на каждой вершине, влетели в мою свободную руку. Когда был букет с полным комплектом благовонных пряностей с этой горной цепи, этот запах нельзя было сравнить ни с чем. Я глубоко вдыхала его, я вся пропиталась им. Я почти на вкус ощущала этот аромат. Вдруг у меня возникло желание отпустить то, что было в моей руке. Я рассыпала пряности в воздухе, и они превратились в белых голубей. Это мой завет мира, сказал Иисус. Перед моими глазами возникла Земля, как будто была от нее на расстоянии космического спутника. Голуби летели к земле и восплабо менялись, достигая ее поверхности. Эта картина настолько заинтриговала меня, что я не заметила исчезновения духов и то, что мы с Иисусом очутились в саду, обнесенном стеною. Огороженный сад Казалось, что обнесенный стеною сад является чьей-то собственностью. Он не был слишком большим, но достаточно просторным для различных деревьев, являющихся лишь частью насаждений. Здесь росли гранаты, мир-кедр, бальзамин, корица. Ладан, мир и алоэ. Сад был великолепен в своем весеннем убранстве, на клумбах цвели невиданные красоты нарциссы, ветви желтого жасмина и пурпурные глициньи сплетались между собой, образуя узор на каменной стене. В центре сада был трехъярусный фонтан со скамейкой около него. Скамейка стояла под большим абрикосовым деревом, которое больше походило на дуб. Оно тоже цвело и источало удивительный бодрящий аромат. Мы подошли к фонтану, чтобы немного передохнуть. Какой великолепный сад! Попыталась выразить я свое восхищение. Да, улыбнулся и он, осматривая все вокруг. Я люблю гулять здесь. Вдруг мне на память пришел стих и в песне Соломона, «Доколи день дышит прохладой и убегают тени. Здесь было прохладно, и нигде не было видно тени. Не ора или говорится в этой песне?» Мы отправились дальше. Сад для влюбленных. Тропинка огибала сад и вела вдоль стены. С обеих сторон были насажены растения и разбиты цветники. В центре сада цвела Ахна и по соседству, в клумбах, звезда и вифлема, голубой лен и алые лилии. «Кто ухаживает за этим садом?» Спросила я. «Ты!» «Я!» Изумленно воскликнула я. «Да», — подтвердил Иисус. Я окинула взглядом сад и почувствовала, будто уже когда-то была здесь. Но воспоминания были совершенно неуловимыми, как бывает, когда мы пытаемся составить воедино обрывки забытого сна. Я никак не могла собраться с мыслями. «Расскажи мне об этом саде, Господь!» — попросила я. Каждый такой сад имеет свои особенности. Каждый совершенно уникален, и я люблю бывать в любом из них. Он немного помолчал, а затем спросил. «Тебе нравится здесь?» «Да, это...» Я не могла найти нужных слов. Мы подошли к ручью, который вытекал из камня в саду. Его берега соединял мост, ширина которого позволяла пройти только двоим. Я подумала, что на скамейке у фонтана могли сидеть тоже лишь двое. Возможно, это был сад для влюбленных. Когда мы переходили мост, я почувствовала запах мира, росшего на берегу ручья. Его бремя — тебе знакома усталость? Спросила я. «Я несу бремя и забот о людях», — ответил Иисус. «И забота лежит на мне до скончания века. Но мое тело не устает и не нуждается в отдыхе, как у находящихся во плоти. Бываешь ли ты одинок? Я жажду полноты, но это не одиночество. Одиночество возникает от несбывшихся желаний и страстей, которые заставляют людей жить мечтой о будущем. Я живу в настоящем. Я занимаюсь тем, что происходит сейчас. Здесь все совершенно. Хотя и не совершенно в каждый отдельный момент. Я мечтаю о завершении дара своему отцу, которому он был бы и прославлен, и удовлетворен. Отец очень любит, когда дети собираются вокруг него. Что может принести больше удовлетворения, венец над головой, улыбка в сердце, радость, несравнимая ни с чем. Мы миновали клумбы, где росли шафраны на арт. Я подумала, что на земле это очень дорого стоит». Иисус продолжал, «Те, кто находятся в царстве сатаны, слепы по отношению к моему отцу и ко мне, их сердца расположены к тому, что приходит от сатаны. У него тоже есть дары, которые он демонстрирует. Проститутка стоит у дверей и зазывает наивных. «Приходите, моя постель благоухает. Сон ваш будет приятен. Но этот сон не будет сладким. Тысячи муд постигнут того, кто окажется в этой постели. Тысячи вечных страданий лягут с наивным в эту постель. Истинная любовь приходит от Бога, и несекаемые потоки воды живой берут начало в нем. Я — этот источник. Я — этот фонтан. Я-е-е. СМ. Мы обошли половину сада, вышли к центральному фонтану и опустились на скамейку. «Господь!» — сказала я. «Покажи мне, что ценно для тебя». Он открыл ладонь, на которой лежала слезинка. В этой слезинке мир, Вселенная, бесконечная любовь. В ней находятся молекулы ДНК от духовных ген возлюбленных. В этой слезинке соль и свет. Я смотрю на нее и вижу лицо Господа. Я смотрю через слезинку на того, кто сотворил Вселенную. Эта слезинка очень дорога мне. Мы оба взглянули на нее, а затем он сжал ладонь и продолжил. «Закрой глаза и раскрой ладонь». Я закрыла глаза, и он положил мне на ладонь что-то гладкое. «А теперь открой глаза». Новое имя. В моей правой руке лежал гладкий, белый камешек с выгравированной на нем надписью «Анна». «Это твое новое имя», — сказал он. «Я приумножил дыхание и жизни в нем. Здесь ты будешь называться Анной». «Анна», — повторила я про себя. «Теперь, Анна, моя сестра и моя любовь, наши имена соединились в завете». «Спасибо», — поблагодарила я, прижимая камень к сердцу. «Я жду тебя, Анна. Одиночество, которое ты ощущала, никак не сравнимо с той болью, которую пережил я. Я ждал тебя, когда видел, как ты следуешь за идолобами в поисках удовлетворения». Он окинул взглядом сад. «Как я взывал к тебе!» В его голосе слышалась боль. «Год за годом ты тратила время на пустяки, а я испытывал огромную горечь, ожидая, что ты осознаешь, что никто и никогда не может дать тебе жизнь, но только я». Его слова бою отдались в моем сердце. «Мой Господь и мой Бог», — тихо произнесла я, — «никто и никогда так не любил меня, как ты». Эмоции захлестнули меня. «Я продолжила очень медленно. Никто и никогда не желал такого близкого общения, как я не смогла закончить. «Никакая плоть и кровь не могут, Анна, ибо ты принадлежишь мне». Он посмотрел мне в глаза, и его взгляд пронзил меня. «Я создал тебя для себя, и только я могу дать тебе полноту. Дар Богу!» Я не знала, что сказать. После долгих размышлений я спросила. «Если я создана для тебя, Господь, что я могу сделать?» «Как?» Я подбирала слово, чтобы выразить свое желание сделать ему подарок. «Че-то я могу подарить тебе?» Минуту он внимательно смотрел на меня, а потом улыбнулся. «Спой мне, Анна, это утешит меня». Он прислонился спиной к абрикосовому дереву и закрыл глаза. Я совершенно не знала, что спеть, и с трудом сглотнула. Немного подумав, я окинула взглядом сад и начала тихо молиться. Вскоре, совсем не зная слов, я запела. «Где золото колеблющийся цвет ты превращаешь в алый, расплавляя, царишь ты, исполняя свой обет. Все, что в грехе, как волну убеляя. В огне любви твоей изгорает тьма, земля летит в сияние славы Божьей. С пути не сбиться. Истина сама, наш Бог, ты все свершишь и сможешь. По слову своему мира ты создал ты, здесь все принадлежат тебе по праву, и от больших планет до маленькой звезды все воздают тебе хвалу и славу. Для дела каждого ты знаешь день и час, верша Божественное Созидание, чтоб все сокрытые тайны сейчас простым и легким стало, как дыханье. Отец Всевышний, грех наш истреби, он предназначен тьме и оставлен будет, и в вечном свете истинной любви во въединение, Господь и люди. Где наш Отец не смеет править тень, и тьма себя ничем не проявляет. Поет земля, где бесконечен день, и славит Господа она, и восхваляет. Все воинство небесное и хвали, хвали Создателя, взывая хором к Сыну, и обращенные народы всей земли поклонятся Творцу и Господину. Я никогда раньше не слышала о этой песне прежде. Допев ее, я от изумления прикрыла рот рукой. Тот, кто грядет. Последовала долгая пауза. Наконец он заговорил. Прежде, нежели пропоет петух, мир трижды отречется от меня. Предательство преумножится, многие будут, искушаемый страхом и необходимостью выжить. Люди будут предавать, чтобы спасти себя. Господь, пока ты не изольешь свою благодать, мы все будем предавать тебя. У кого достаточно сил, чтобы устоять? Ты должен укреплять нас. Если ты не поддержишь нас, чтобы пройти эти испытания. При этой мысли я на мгновение потеряла дар речи, а затем продолжила. Кто по малейшей причине не предал бы тебя? Помоги нам. Восстань в нас, Господь. Не позволяй нам совершать грех в очах твоих. Он открыл глаза и повернулся, чтобы взглянуть на меня. Я слышал это, Анна. Он безмолвно продолжал смотреть на меня. Затем он выпрямился и сказал. Ступаю со мной к воротам. Иисус встал со скамейки и помог мне подняться. Мы молча направились к золотым воротам филигранной работы. При нашем приближении у бестворки ворот распахнулись. Мы вышли, и он закрыл ворота, посмотрев на тихий сад, обнесен на стену. Здесь очень красиво, произнесла я, тоже глядя на сад. Золотой ключ. Иисус обернулся и вручил мне золотой ключ от замка ворот. Вот ключ, сказал он. Входи, когда захочешь. Ключ был большим и старинным, к нему была привязана красная лента. Он повесил его мне на шею. Ты встретишь меня здесь? Поинтересовалась я. Отопри ворота, и мы встретимся здесь, улыбнулся он. Я снова оглядела сад. Когда ты не пожелаешь, повторил он, ты встретишь меня здесь. Сказав это, он исчез. Я посмотрела на белый камешек, лежащий на ладони, и золотой ключ, который висел на груди у самого сердца. И тут я услышала пение, едва различимое в начале. Это была песня, которую могла напевать мама, выпекая на кухне хлеб в холодный зимний день. Я оглянулась на звук и увидела яркий свет. В лучах света были видны духи. Тропинка проходила вблизи них. Я ступила на нее, чтобы приблизиться к духам. Глава шестая. Орлиное гнездо. Свет был таким же ярким и насыщенным, как и в инкубаторе, для частей тела. Там работали четыре духа. Каждый поочередно ловил в воздухе голубую ленту, когда она вплывала в зону света. Казалось, что ленты тоже светились, когда духи наматывали их на катушки. Затем они помещали катушки на большие серебряные оси, висящие в воздухе. Духи катушек и осеть тела этих духов внешне не выглядели твердыми. Они были почти прозрачными, и лишь серебристо-голубая лента подчеркивала контуры их тел. Они были похожи на людей, однако яркий свет, при котором они работали, мешал отчетливо разглядеть черты их лиц. Казалось, они не замечали меня, напевая за работой песенку. Каждый маленький стежок, каждый маленький стежок, нитью жизни вышивается. Каждый маленький стежок, вливается в живой поток, а он с рекой жизни обязательно встречается. Они узнали меня, даже не оборачиваясь. «Привет, Анна!» — обратился один из них. «Ты наблюдаешь за нашей работой?» «Да», — ответила я. «Мы вплетаем эти ленты в одно полотно. Они представляют собой различные течения, которые берут начало из великой реки жизни, а затем вновь возвращаются туда, и подобно тому, как воды впадают и вытекают, не переполняя земли. Эти течения — божьи люди», — пояснил другой дух. «Они выходят от него и возвращаются к нему, великому источнику. Но их нужно объединять!» — вступил в разговор еще один дух, взглядом приглашая меня принять участие. «Я не очень хорошая швея», — рассмеялась я. Иглой здесь является меч, вышедший не из человеческих рук. Потоки соединяются воедино с самим Божьим Духом, чтобы отец мог радоваться тому, что его город населяют только те, колюбят его сына и друг друга. «Даже сам город пронизан радостью!» «Ты призвана шить такой иглой, Анна!» — сказал первый дух, — «и мы это знаем!» «Мы разместим катушки с лентами на осях так, чтобы можно было легко раскрутить их и сшить в одно полотно!» «А есть ли смысл в том, чтобы устанавливать их на ося?» Поинтересовалась я. «Ели с небес!» Духи улыбнулись друг к другу и запели, «Божьим маслом смазаны оси, это масло Дух Святой дает!» «Масло Божье во все мы просим, с высоты небес елей фонтаном бьет!» «С высоты небесное масло — Божьи святые дары!» «Это Духа Святого масла, спрятанное до поры!» Один из духов повернулся ко мне и сказал, «Эти катушки надеты на оси, чтобы то и те люди, кто будет использовать меч как иглу, могли приготовиться к фонтану благодати Божией!» И они запели снова, «Все потоки вместе свяжите, и священный елей возьмите, и не надо позволять нечестивцам его брать!» «У твоего отца есть ответы на твои самые сокровенные вопросы», — заметил Третий Дух. «Наше предназначение — наматывать ленты на катушки и нанизывать их на оси!» «Голубые ленты, все ленты — голубые!» — заметила я. «Да, каждый стал потоком, когда пришло откровение великой истины о нашем Боге. Но каждая отдельная истина — это не он сам!» — сказал Первый Дух. «Хотя каждая лента наматывается на свою катушку, они должны устремляться в одну реку, реку жизни, из которой они взяли свое начало. Поскольку мы видим, что Господь приводит к завершению все дела, в соответствии с их временами и сроками, мы счастливы участвовать в его великом завершающем процессе», — добавил Второй Дух. Белый Орел внезапно птицей с огромными крыльями пронеслась над моей головой. Духи, с которыми я разговаривала, посмотрели наверх и резко встали. Я тоже подняла взгляд и увидела огромного с белым оперением орла. Он был мощным, необычайно сильным и величественным. Я никогда не слышала об абсолютно белых орлах. «Протяни руки», — сказал он, когда начал снижаться. Духи поклонились орлу. Я не знала, что делать, но руки протянула. Орел был ростом с меня, и когда он опустился рядом, его глаза и клюв были на уровне моего лица. Он пристально посмотрел на меня, так что я едва не задохнулась от волнения. Через мгновение орел превратился в Господа. Он сказал. «Ты убедишься в том, что свидетельство Иисусова есть Дух Пророчества». Он снова превратился в белого орла и сказал. «Садись». Я обхватила его шею руками, и мы поднялись ввусь. Я даже не успела попрощаться с духами, которые работали с катушками. Крепко держась руками за его шею, я посмотрела вниз и почувствовала движение полета. Его оперение блистало, как снег, а запах, который исходил от него, вызывал у меня сильное желание зарыться лицом в его перья. Кожа, видневшаяся под оперением, отливала чистым золотом. Его гнездо. Вскоре мы опустились на каменный выступ почти на самой вершине горы. Орлиное гнездо находилось в расщелине между скал. Оно было большим, более полутора метров в диаметре, и сделано из прочных ветвей деревьев. Я опустилась с его спины и очутилась в гнезде, которое было выслано мягким пухом. Белый орел сел на край гнезда. Мы были на земле. Вид на величественные горы и долины, которые раскинулись внизу, был захватывающим, но я совершенно не представляла себе, где мы находимся. Воздух был прозрачным и чистым, и все, что открывалось внизу, поражало своим размахом. Горы и долины пышно зеленели богатой растительностью. Невдалеке проплывали белые облака, и тень от них падала на землю. Пейзаж был прекрасен, но это был не рай. Рассматривая раскинувшуюся невдалеке горную цепь, я заметила вереницу больших бумажных кукол, проплывающих в воздухе. Великий орел промолвил. Так многое из того, что происходит сейчас в теле Христовом, похоже на бумажных кукол, одна кукла копирует другую. Бумажные куклы исчезли, и в воздухе появился орел из чистого золота. Я ищу золотого орла, Анна, необычайно редкого. Как только он проговорил это, сила, подобная силе электрического разряда, пронзила золотого орла. Он стал ослепительно белым, как великий белый орел. «Золотой орел стал похож на меня», — произнес он. Через несколько минут в небе показалась вереница огромных, вырезанных из бумаги орлов. Как и бумажные куклы, они были связаны одной веревкой. Приглашение от белого орла. «Есть очень много орлов, потому что я щедро одариваю святым духом. Но тебе я предлагаю стать золотым орлом». Внезапно я увидел ракету, взлетевшую с земли в небеса. Великий орел продолжал. «Гнездо золотого орла находится на небесах. Золотой орел не употребляет земной пищи. Он питается свыше. Бумажные орлы ловят рыбу, убивают змей, охотятся на кроликов, золотые орлы дышат небесным эфиром. Они не едят падаль. Золотой орел питается из рук Господа, пока он выглядит и пахнет, как я, и подобно мне, чисто белый. Очень многие похожи на меня, и ты, если хочешь уподобиться мне, должна есть из рук Бога». Его глаза полыхали огнем. «Я приглашаю тебя с высоты птичьего полета посмотреть на улицы, вымощенные из золота, пролететь над озерами, одинаково прозрачными и чистыми, как на дне, так и на поверхности. Оставь змей, жуков, кроликов заниматься своими делами. Иди за мной и питайся из рук Бога». Я задумалась над ответом. И он исчез. Назад в рай. Я вновь была в раю, одна на высокой горе. Долго ли я молчала, сопоставляя его страсть и свою нерешительность? Страх ли исковал меня тогда? Если да, то почему? Что помешало мне исполниться духом и закричать? Да, я пойду за тобой. Возьми меня на небеса и сделай из меня золотого орла. Я хочу питаться из рук Бога. Я жажду общения с тобой. Почему я колебалась? И сразу же с этого уединенного места на холме в раю мое сердце возвало. О, Бог, я жажду только тебя одного. Делай из меня, что ты хочешь, я принадлежу тебе. Только тебе. Только тебе. В этом крике моей души было такое желание, что я ожидала увидеть его на белом коне на самой вершине горы, но он не появлялся. Вместо ответа, лишь тишина. Перемещающаяся хвала. Вскоре я услышала едва уловимые звуки песня, в которой прославляли Бога. Музыка становилась громче, но я никого не видела. Вступили инструменты, и создалось впечатление, что поют множество голосов. Прославление катилось подобно стремительному потоку. Хотя я никого не видела, казалось, что прославление двигалось передомной к тропинке у подножия холма. Наконец, я уловила слова песня, Всевышний мой Отец, мне позволение дай живого Бога своей жизнью славить. Вселенная в нем ли, и вся земля узнай, со всем могуществом и милостью он правит. Позволь из века в век тебя превозносить, твое святое имя прославляй. Ведь большей благости не может в мире быть и слава Господа над вечностью сияет. Царю Вселенной все живое пой. О, суд божественный, ты самый справедливый. Низвергнешь ты земной закон любой, и с Богом будет жизнь благочестивой. Ведь в Боге радость новая всегда, она полна, святая и совершенна. Пред троном Господа не бойся никогда воздать Ему хвалу во всей Вселенной. Вскоре я увидела ангелов, которые один за другим присоединялись к прославлению. Они приподнимались, когда звуки становились выше, и опускались при их понижении. Это движение было похоже на хвост воздушного змея во время полета. Очевидно, в отличие от меня, ангелы могли видеть волну этого прославления, потому что казалось, что они садятся на нее и переносятся ее. Затем поблизости от меня послышался чистый, ясный звук флейты. Я оглянулась и увидела прелестного ангела, одетого вовсе зеленое. Она играла на инструменте. Ее глаза были закрыты в благоговение, и я знала, что ее музыка присоединялась к прославлению, проходившему перед моими глазами. Глава седьмая. Послушание. Ангел сидела на земле, скрестив ноги, и играла на золотой флейте. Ее густые каштановые волосы были разделены на семь косичек, переплетенных золотыми нитями. Под туникой, перепоясанной золотым ремешком, виднелась тонкая зеленая ткань, а сверху была накидка с длинными рукавами, тоже зеленого цвета. Большие карманы на рукавах ее верхней одежды были наполнены самыми разными предметами искусства, сделанными из золота, разнообразные музыкальные инструменты, кисти, ноты, балетные тапочки, пишущие перо. Ее шея, руки и оголенные ступни имели золотой оттенок. На голове у нее была повязка из золотой тесьмы. В центре лба к тесьме крепилась небольшая золотая коробочка, похожая на хранилище для отрывка священного писания. Вдруг она опустила флейту и открыла глаза, все еще находясь во власти раздумий. Затем, повернувшись ко мне, она улыбнулась по ему хвалу. Ее голос был необыкновенно мягким и мелодичным, а глаза отливали изумрудом. Мир и абсолютный покой читались в ее взгляде. Я была слишком взволнована, чтобы разделить с ней этот покой, потому что мысли раялись в моей голове, мешая мне прийти к определенному решению. Ангел по имени Идив. Она вновь улыбнулась, зная о моих внутренних противоречиях, но не заостряя внимания на них. Я, Идив, продолжала она, прославляющая его. Привет, Идив, ответила я поникшим голосом. Меня зовут Анна. Я знаю тебя, улыбнулась она, и буду рядом, чтобы помогать тебе прославлять нашего Господа. Чтобы прославлять Господа? Переспросила я. Затем, сделав взволнованный жест рукой в сторону, я сказала, я видела. Да, перебила меня Идив, ангелов, путешествующих на крыльях прославления. На крыльях прославления. Да, повторила она, пряча флейту в один из наружных карманов. Восхваление заключает в себе частичку сердца и частичку души, и поэтому оно осязаемо для нас, живущих в мире Стенного Света, Жизни и Духа. Здесь восхваление может также перемещаться, как троллейбус на земле. Присоединись к нему, и оно унесет тебя. Ты можешь прокатиться на нем. Весело улыбнулась она. И каждый, кто присоединяется к прославлению, усиливает его. Я оглянулась, чтобы окинуть взглядом долину. Как это может быть? Спросила я себя. Да, да, я могу понять это. Я знаю, что если на земле кто-то ведет прославление в помазание, это может поднять тебя в духе на уровень прославления ведущего. Его помазание увлекает тебя за собой, и ты присоединяешься к хвале, которая возносится к Богу. Да, это действительно так. Так как все подобные прославления устремляются к Отцу, продолжала она, это все равно, что сесть в проходящий троллейбус и наслаждаться поездкой к тронному залу. Даже если ангелы не едут до конца, тем не менее они присоединяют свой голос к прославлению. Таким образом они тоже участвуют в нем, пусть даже так мимолетно. Где-то рядом послышалась очень нежная мелодия. Играли на скрипке. Это был одинокий ангел, который, присоединившись к прославлению, выражал все свое восхищение и любовь игрой на этом инструменте. Порой на земле прославление подобно тихому течению, как это, произнесла Эдив, улыбаясь. Затем издалека я услышала пение многих голосов. Звук быстро приближался. Порой прославление подобно приливной волне, продолжала она. Все это приносит ангелам радость, которая была бы им недоступна. Если бы человечество не возносило Богу хвалу. Звук нарастал все быстрее, плавно катясь в нашу сторону. Когда он оказался в непосредственной близости, я почувствовала, что мой дух вызывает во мне желание присоединиться к такому возвышенному прославлению. Дух побудил нас самопроизвольно подняться на ноги. Эдив подняла руки, запрокинула голову и присоединилась к пению. Во славе ангелы своей коснуться пламени не смеют. Огонь, что ярче всех огней, он в пламени твоем горит и плобоменеет. Позволь глаза им распахнуть. От изумления пред тобою, Боже, и в трепете воззвать, прославлен будь ты, вечно новый, и от века тот же. Кто в мире занят лишь борьбой, обнажены, закованы испугом, кто выбрал тьму своей судьбой, истерзаны, преданы друг другом. Но мы под знаменем его, его любовь нас обнимает, в скале святой сокрыт от всего, кто Господу на верность присягает. Во славе ангелы своей коснуться пламени не смеют. Огонь, что ярче всех огней, он в пламени твоем горит и плобоменеет. Позволь глаза им распахнуть от изумления пред тобою, Боже, и в трепете воззвать, прославлен будь ты, вечно новый, и от века тот же. В порыве преданности Юдив поднялась в воздухе и устремилась к проплывающему прославлению. «Следуя путем, ведущим к Господу!» — крикнула она, подхваченная волной поклонения, которая катилась к престолу. Уходящее прославление продолжало охватывать мой дух. Наконец я открыла глаза и поняла, что она сказала мне то, в чем я очень нуждалась. Я поспешила спуститься с холма к тропинке и побежала вслед исчезающему прославлению. Послушание. На бегу я услышала очень ясный голос Иисуса. Послушание, Анна. Я остановилась. Он продолжал. Я с удовольствием показываю тебе твой небесный дом, но для большей безопасности ты должна научиться послушанию. Существует серьезная опасность. Все двери должны быть закрытыми для врага. Пока я стояла и с удивлением размышляла над серьезностью того, что он сказал, на тропинке рядом со мной появился ангел. Он начал беседовать со мной, как будто продолжая наш предыдущий разговор, показывая рукой в направлении парка, который принадлежал Богу. Все это принадлежит детям Божьим, но ты, Анна, предпочла питаться из Божьих рук. Ты должна достаточно любить Отца для того, чтобы выбрать послушание, нежели все блага земные. Выбирай его каждую минуту. Ты легкомысленно относишься к его дарам и его любви к тебе. Его прямота и знание того, какое решение я недавно приняла, ошеломили меня. Но да, я действительно была легкомысленно. По мере того, как Господь вел меня, приближая к себе, все то, что я могла позволить год или даже месяц назад, я не могу позволить себе сейчас. Я не могла уже больше мириться со многими ошибками, но почему-то все еще их совершала. Придуманная жизнь. За свои, казалось бы, незначительные грехи я заплатила высокую цену в отношениях с Господом. Я рассуждала про себя. Да, оставят нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Я перешла от категория «действовать», категория «мыслить». Мой ум не сосредотачивался на непрощении, зависти и подобных им очевидных грехах. Сейчас мои грехи состояли в том, что мои мысли порой были заняты тем, к чему я не призвана, либо я позволяла своим мыслям жить в прошлом, либо высказывала безответственные суждения. В жизни я стала очень сдержанной. Если я шла, не сворачивая ни вправо, ни влево, то оставалась в потоке благодати Божьей. Некоторые суетные мысли были причиной того, что мой разум сходил с привычной колеи. Казалось, что такие мысли были вызваны мучителями, но я поняла, что могу положить им конец, постоянно дергивая себя и останавливая ход мыслей, когда начинала думать о суетном. Конечно, такие мысли будут твнув время от времени и закрадываться в голову. Поэтому я обрываю их, гоню прочь, противостою им всей своей воле, словно придерживая плечом входную дверь. Я все еще, по его словам, оставалась легкомысленной и мои мысли блуждали в раздражении и усталости, пока я не бросила каждую из них к его ногам. Раньше в моей жизни со Христом разум обычно делал то, что ему было приятно, но не сейчас. Все уже и уже ставится путь, но в послушании его слова заключена жизнь. Ангел Шама Ангел, стоящий рядом со мной на тропинке, без лишних разговоров представился. Меня зовут Шама. Я сочла ненужным называть свое имя, потому что мне показалось, что он знает обо мне столько же, сколько я. Мы пойдем. Я последовала вперед, все еще находясь в нерешительности. У него были длинные, прямые, отливающие серебром волосы, завязанные в узел и не спадающие на плечи. Он был крепкого телосложения, и, хотя его волосы были седыми, выглядел он лет на сорок. Он был одет в длиннополую белую мантию, и казалось, что она была запачкана пятнами крови или красного виноградного сука. Пятна виднелись на рукавах, от запястья до локтей, и внизу, от колен до подола. Ты получаешь удовольствие от общения с Богом. Продолжал он. Я наблюдал за тобой и увидел, что у тебя есть огромное желание быть рядом с ним. Тем не менее, знаешь ли ты, что непослушание воздвигает стену между тобой и Богом? Это стена — дело твоих рук, потому что ты не смогла укротить свои естественные желания. Он займет с собой все удовольствия, которые ты отвергнешь, Анна. Когда он смотрел на меня, то заметил холм, находившийся чуть позади нас. «Пойдем со мной», — позвал ангел. Поднимаясь в гору, он продолжал. «В послушании есть своего рода страдания, но награды неизмеримы выше боли, которую оно причиняет. Образы на небесах». С вершины холма нам открылась панорама широкой долины, где паслись стадо созданий разнообразных видов. Среди них были доисторические животные. В изумлении я закрыла лицо руками. «Небеса подобны ковчегу», — сказал он. «Это не воскресшие животные, но те, которые являлись частью Царства Небесного задолго до созданиями Земли». «Великолепно!» — прошептала я. «Да, это так», — подтвердил он, наблюдая за происходящим. Затем, вздохнув, он продолжил. «Вернемся на тропинку». Идя на полшага впереди меня, он помог мне спуститься с холма. «У тебя есть волосы?» — поинтересовалась я. «Это только подобие волос. Мы созданы из света. Мы, духи, Анна. Мы не из плоти и крови. Как люди. Некоторые из нас в служении Царю похожи на людей, другие — нет. Мы вернулись на тропинку и пошли дальше. Мы способны изменять свою внешность», — продолжал он. «В отличие от вас. Нас различают не по внешности, а по тому, какую сущность мы несем в себе». На Земле очень часто происходит наоборот, не так ли? Люди судят и других по их внешности. Запятнанная мантия. Почему твоя мантия запятнана по подолу и на рукавах? Я призван помогать обучать детей. Этот процесс подобен выжимке вина под прессом. Это... Он накинул взглядом пятна. Видимо, и отметины, которые показывают развитие детей. Чем больше пятен, тем больший прогресс достигнут в обучении детей. Послушание дается нелегко, Анна. Некоторые на Земле так никогда не могут этому научиться. «Ты — тот ангел, которому поручили обучать меня?» Спросила я. «Да, мне довели тебя. Помощь в обучении людей послушанию не может быть легкой работой. Для отца это очень важная и абсолютно необходимая работа», — ответил он. «К этому времени в твоей жизни моя мантия должна быть целиком запятнана, и лицо, и руки, пятнах краски. А они виднеются лишь по подолу и на рукавах. Поэтому, я полагаю, твоему росту препятствует непослушание. Незамедлительное вознаграждение никогда не может заменить служение Господу всем сердцем. Такое послушание вызывает бесконечную радость». Покаяние. «Я осматривала раскрывающийся перед нами ландшафт, позволяя истинным, которыми поделился ангел, действовать во мне. Я согрешила», — сказала я тихо. «Я не хотела казаться многословно, но имела огромное желание показать готовность к недлинному покаянию. Я прошу тебя, Господь, прости меня». Он обнял меня за плечи так же, как тренер обнимает футболиста. «И ты знаешь, он прощает. Это хороший день для новых начинаний», — улыбнулся он. Он убрал руки и торжественно посмотрел вдаль. «Я благодарю тебя за терпение и помощь. Я вижу, ты сильный ангел. Если бы ты был человеком, я бы сказала, что ты поработал на совесть. Мы действительно работаем на совесть. Благодарно улыбнулся он, и наша победа — результат упорной борьбы с человеческой природой. Я выгляжу таким уставшим, потому что твоя плоть упорно сопротивлялась мне. Поэтому ты можешь сказать, что я действительно поработал на совесть. Но мне бы хотелось, чтобы с этого дня моя борьба с твоей плотью стала неизнурительной. «Находи утешение в Боге, Анна, и упрости мою задачу», — улыбнулся ангел. Затем он быстро успокоился. «Никто и ничто не может сравниться с ним», — произнес ангел. «Если говорить о тех из нас, кому ты доверена», — продолжал он, делая паузу после каждого слова, как будто он хотел поведать что-то очень сокровенное. «Нам бы хотелось быть ближе к Богу». Он почти завекался от волнения. «Если бы с этим могли справиться мы сами. Но очень многое зависит от тебя». Казалось, он был в смущении от того, что сказал мне, и затем исчез. Возвращение орла Прежде, чем я успела проразмыслить над тем, что он имел в виду, я заметила белого орла, парящего над тропинкой. Мое сердце затрепетало, когда я увидела его. Я бросилась к нему, взывая. «Господь! Господь, пожалуйста, вернись, пожалуйста!» Он, должно быть, услышал меня, потому что широко развернулся и опустился передо мной. «Я была бесконечно рада видеть его, того, кому я поклонялась, так что крепко обняла и прильнула к нему. «Я хочу лететь с тобой. Я хочу питаться из рук Божьих». Он обратился в Господа. Я положила голову ему на плечо. Он обнял меня, отвечая на мои объятия, более похожи на влюбленного, чем на друга. «Двадцать семь. Это изумило меня. Так ли он стремится ко мне, как я к нему? Прости меня, Господь!» Сказала я. «Я хочу быть с тобой. Я стремлюсь к тебе. Я хочу быть такой, как ты хочешь, и делать то, что ты хочешь, все время, пока мы вместе». «Анна!» Произнес он, отстранив меня, чтобы заглянуть мне в глаза. «Ты доверяешь мне? Почему ты спрашиваешь меня об этом?» С удивлением спросила я. «Тогда пошли». Он вновь стал белым орлом. Я быстро взобралась ему на спину, и он полетел. Я крепко обхватила его за шею и спрятала лицо в душистых перьях его головы. Мы летели. И летели. И летели, пока не оказались в кромешной темноте. Глава восьмая. Развращенные слои общества. Я не могла ничего различить. Вокруг был густой мрак, или мне так только казалось. Потому что то место, откуда мы пришли, было наполнено светом. Овчарни. Белый орел опустился на закрытую площадку, на территории которой находилось убежище. Стена состояла из неотесанных камней и была довольно высокой. Над стеной нависали ветви с большими шипами, вид которых вызывал боль. Это была овчарня, застава Христа в развращенных слоях общества, оккупированных сатаной. Здесь были только одни ворота. Оказалось, что в шипы служили не столько для того, чтобы бесы не могли войти, сколько для предостережений, как видимый приказ самого Христа. Не переходить границ. Овчарня была его территорией. Овчарня была словно увенчана шипами. Поэтому мне в голову пришла мысль, что, возможно, одной из причин того, что на голову Иисусу перед распятым на деле терновый венец, была словно личная пощечина сатане. Христос посмел основать безопасное место в царство врага. Тот терновый венец предназначался для оскорбления Иисуса прежде, чем его распяли. После его воскресения венец был постоянным напоминанием победы и вечного Господца Христа. Белый орел превратился в Господа. Внутри овчарни не было света, за исключением того, что исходило от него. «Останься со мной», — сказал он. В его руке был длинный посох. Около ворот стояли две пары обуви красного цвета, сшитые из шкур морских свинок. Он надел одну из них, и я последовала его примеру. Не прикасайся ни к чему, Анна, здесь все осквернено. Мы вышли из ворот в темноту. Сам Иисус был светом в пути. Из темноты доносились плач и язвительный смех. Это были человеческие голоса, но они звучали так, словно их издавали животные. Тревога овладела мною. Я держалась близко к Господу, шагая по его следам. Скоро я начала смутно видеть, хотя было очень темно. А крайная поверхность, по которой мы шли, была сырой и липкой. Подошвы моей обуви немного присасывались к земле, хотя вполне можно было прилипнуть, если бы мы не продолжали двигаться. Огромные, скользкие на вид создания ревели и поднимались, угрожающе надвигаясь на нас. Они выглядели как гигантские слизни, но вели себя как тюленя, защищающие свою территорию. Они пытались напугать нас, но, в конце концов, склонились перед Иисусом, завидуя признанию его господства. Река Мерзости Мы подошли к насыпи, которая спускалась в черной лагуне. Вода была грязной, ленивой, инертной. От нее исходил запах гнили. Иисус помог мне сесть в длинную пирогу. Я сидела, а он стоя переправлял нас через узкий канал, отталкиваясь посохом. Вода кипела и превращалась в пар каждый раз, когда он погружал в нее свой посох. Иисус проговорил. Это река Мерзости. Так же, как река в жизни чистая, так и эта, гнилая и оскверненная. Она течет из уст грешного человека. Как реки живой воды текут из чрева моих праведных, так же из очерненного сердца через уста вытекает эта жидкая мерзость. Я видела существа, которые лежали на берегах, и слышала их дыхание. Они походили на крокодилов, но шумно дышали через ноздри, как бегемоты. Их глаза светились в темноте. СКОВАНЫ По берегам виднелись пещеры, из которых изредка доносились крики и стоны. Я почувствовала, что звуки, которые я слышала, проходя через ворота, исходили оттуда. Вход в эти пещеры, похожие на подземные темницы, охраняли бесы. Но кто или что томилось там? Бесы издавали низкие, гортранные хихикающие звуки, смеясь над болью узников. Они наслаждались чужой болью. Наблюдаю за страданием. Сказал Господь. Мои люди участвуют в этом, наслаждаясь падением других, смеясь над ошибками других и содержа их в оковах, вместо того, чтобы освобождать пленных. Я смотрела в сторону темных входов в пещеры. В этих темницах враг держал в плену определенные области жизни людей на земле. Христиане, вместо того, чтобы помогать освобождать пленных, стягивали цепи проклятия, которые держали их в рабстве. Христиане были на стороне тюремщиков, против Господа, уничтожая прощение и примирение, которыми он обеспечил их, пролив свою кровь. Насыпь. Мы вышли на противоположный берег и стали подниматься по широкой тропе на гребе Насыпи. Каждый бес, мимо которого мы проходили, стонал. Появление Христа между бесами приносило им мучений, и они убегали от него. Свет мучителен для них, сказал Иисус, указывая на убегающих бесов. Они поглощают тьму и выдыхают злобу, потерянные, оскверненные навечно, с тьмой внутри и снаружи. Те, кто однажды вкушали ангельскую пищу, те, которые стояли в свете моего отца, те, кто общались с достойными дарьей, теперь уползают прочь и укрываются от света, проклиная тьму, проклиная свет. Они прокляты дважды. Они пожирают рвоту, и с блину по три-четыре раза. Я почувствовала, что он уравнивает блевоту с клеветой, вместе с себе подобными. Они смеются над страданиями друг друга и отрицают взаимопомощь, ворачиваясь друг к другу спиной, и потому всегда остаются одинокими. «Оставь нас», — сказал голос, и послышался смешок гиены. «Когда мы взобрались по насыпи, земля, насколько я могла видеть, представляла собой болотную грязь и мрачную пустошь. Здесь сыро», — сказал Иисус, — «потому что они боятся огня. Сухие места мучают их. Несколько мертвых деревьев стояли в грязи. Эти деревья — памятник мрачным рощам ложных богов. Здесь они выглядят такими, какими они являются на самом деле — изломанными, голыми, безжизненными, жилищами змей и хищных птиц. Поддельное единство. Действительно, на мертвых деревьях и на болоте были черные змеи. Они шипели-ползали, все время переплетаясь, будто спаривались. «Ложное единство, союз черного разума», — подумала я. «Ко мне пришла мысль, что как Господь несет в себе единство, так и дьявол рождает поддельное единство». Иисус сказал. «Бесовское отродие. Вот сатана показывает свои фальшивые плоды. Они подстрекают измученные души и взрагать клевету, ложь и проклятие, реки смрадной воды, в которых плавают бесы. Его ухо уловило звук крика из пещеры лагуны. Он повернулся ко мне. У некоторых верующих также есть лабиринты темные коридоры, где еще не было света, уголки, которые не были освобождены от тьмы. Но истинный свет готов к тому, чтобы пройти через каждый коридор и коснуться всех темных углов, чтобы все в каждом верующем было светом. Тьма сильна грехом. Она густо и мрачна. Моя свобода — это свет. Что касается искупленных, все внутри них должно быть быть освобождено для света. Свет должен наполнить каждый коридор, и каждая искрытая болезнь должна быть исцелена. Он взял меня за руку и сказал, «Пойдем». Бесовский храм. Неожиданно мы оказались в каком-то огромном храме. Большие. Серые бетонные колонны служили опорой для него. В воздухе окурился фемиам, к которому примешивался приторный запах крови. По всему периметру было несколько этажей с комнатами. Одни из них были открыты, другие — закрыты. Они выглядели как полость рога. Дойти можно было только до нижних комнат, ко всем другим можно было лишь долететь, подобно летучей мыши. Шесть уровней комнат громоздились террасами слева, шесть. Сзади шесть на правой стороне. Но трудно сказать, сколько всего было комнат. Я видела темных созданий, покрывающих стены пустых комнат, двери которых были открыты. Они походили на темных, больных медуз, у каждого был лишь один глаз. Они покрывали стены, как плесень. Их глаза все время смотрело во все стороны. Ничто не могло остаться незамеченным ими. Похищенные сокровища Господь сказал. Враг спрятал похищенные сокровища в темноте этих комнат. Опытливые очи охраняют эти сокровища. Бдительность этих шпионов вознаграждается. Эти зараженные пещеры — водоворот, будящие подозрениями. Здесь есть страх перед обнаружением того, что сокрыто. Из-за любви. Время еще не пришло, Анна, чтобы освободить заключенных из этих пещер, подразумевая похищенные сокровища. Но все, что от меня и мое, будет очищено и придет ко мне. Я не понимала, что он имел в виду. Он продолжал. Так же, как слезы и молитвы могут храниться наверху, хвала может быть пленена лукавым и хранится в полости рога. Враг купается в украденном поклонении, обновляясь в том, что принадлежит Богу, прикасаясь ко всему, что свято и тайно. Поскольку сатана не может творить, а только подражать и осквернять принадлежащее Богу, его величайшим удовольствием является осквернение того, что от света. Однажды у моего отца будет то, что принадлежит ему. Сосуды из храма были захвачены и спрятаны в Вавилоне, оскверненные тем, что над ними насмехались и использовали для выпивки за здоровье ложных богов. Так же, киак и эти сосуды были возвращены и перепосвящены Богу, так же и все, что принадлежит моему отцу, будет очищено и посвящено ему одному. Почему? Враг находится в пустом мраке, совершая непотребство, чтобы облегчить свою боль, но вместо этого, он только умножает ее. Но мой отец освободит принадлежащее ему. Он очистит сокровища от мерзости и обмана и долопоклонства, оскверняющего его, чтобы оно поднялось к нему. Я видела, как бесы летают в этих пещерах, чтобы осквернять спрятанные там Божьи, как пауки, высасывающие жизнью захваченные ими добыча. Обещанный день освобождения Иисус продолжал. Приходит время, когда Бог сам будет поднимать свой меч в поднебесье. Он выйдет вперед во имя свое, тук от ложных жертв и приношений другим богам, которые сутни боги будут принадлежать ему. Тук – его, а они ограбили его. Хвала – его, а они украли ее у него. Они запаслись этим для себя. Но он поднимет свой меч, чтобы отобрать у них тук и освободить хвалу, запасенную для поколений. Произойдет великое уничтожение. Когда он вынет меч из ножен и поднимет его от имени своего, никто не сможет перечить ему, ничто не сможет сказать ему. Стой! Никто не сможет развернуть его в рот. Он очистит поднебесье и освободит его. Затем его свет коснется каждого уголка и очистит от наслоения разложения, воровства и лжи. Когда он поднимет свой меч и высвободит свой свет, все подделки разбегутся, как тараканы, могучие и сильные в безнравственности будут чуживаться и расползаться. Он обратился к поднебесью. Обещанный день освобождения, время назначено, и ты будешь освобождено. Он повернулся ко мне и сказал. Когда он поднимет свой меч в небесах, хвала будет выпущена на свободу, как птица из клетки, чтобы никогда больше не быть в заключении. Бесовский маскарад. Нам послышалось жужжение. Похоже на звук роящихся пчел или муж, собирающихся на падаль, которое шло из дальней части храма. По мере того, как издающие этот монотонный звук приближались, я все более ясно слышала этот гипнотический ритм. Они воспевали мантры. Вдруг они резко появились. Это была огромная расточающая похвалы процессия, сопровождаемая громкой нескладной музыкой. Массивные бетонные колонны внутри храма могли скрывать наше присутствие от вошедших, поэтому мы отошли за них. Танцоры и музыканты шли перед роскошно одетой женщиной. Ее мантию и корону украшали драгоценные камни. Она держала в руках бесчисленные цепи, как человек держит собачьи поводки. Кангалы были на шеях демонических существ, которых она пленила, и которые непрерывно склонялись, целуя землю, где она проходила. Они выглядели, как обнаженные люди. Ее света была огромная, казалось, в нее входили представители из разных народов, возможно, из каждого. Она повернулась к нам. Ее глаза горели красным ложным огнем, когда она открыла рот, из него вышло пламя. Однако мы были слишком далеко от места, чтобы огонь достал нас. Когда она перестала изрогать огонь, мед начал капать из ее уст. Носившие цепи кинулись слизывать капли, упавшие на землю. Она поднялась по ступенькам на высокий трон в наполненном фемиумом зале. Когда он гасела, ее слуги обернули ее ноги длинными краями мантии. Подол был похож на питона. Скованные ползали в ее ногах по обеим сторонам трона. Ложное почтение Цари земли пришли с дарами к этой женщине. Они также привели с собой жонглеров, пророков и магов, чтобы развлекать эту женщину и ее двор. Команда жонглеров жонглировала всевозможными предметами разного веса, включая золотые плиты и обезьян. Но предметом, который привлек мое внимание больше всего, была клетка с надписью «Людские души». Пророки были почти как артисты, прыгая вокруг и воздавая великую похвалу ей другим присутствующим. Те, кто был собран там, смеялись и бросали деньги этим уже пророкам. Самыми эффектными были, однако, маги, которые выглядели чрезвычайно степенными, мудрыми и величественными. Они показывали могущественные знамения и чудеса. Все хлопали и склонялись перед ними в благоговение. Каждый царь брал золотую монету с языка этой женщины, как берут жетоны, стоя в очереди к кассе. На каждой монете был номер. Они возвращали ей их позже, когда она ходила из комнаты в комнату, обслуживая этих царей подобно проститутке, имеющей много клиентов. Старое лицо женщины было замазано макияжем, и на расстоянии она выглядела красивой и роскошной. Она пила из чаши, инкрустированной драгоценными камнями, и ее глаза были как стеклянные. «Кто это?» Спросил я Господа. «О же церковь?» Ответил он. «Она делает себя королевой, и те, кто порабощен ее, едят мед из ее уст. Она отдала себя каждому бесу. Она обслуживает их. Многие пойдут с ней. Я смотрела на нее с ужасом. Я привез тебя, чтобы показать этот лживый маскарад, подделывающийся под истину», — сказал он. «Хорошенько запомни то, что ты видела. Хорошо запомни последствия и результаты решения объять тьму вместо света. Все способы развращения зарождаются во тьме. И пойдем», — сказал он и вновь стал белым орлом. «Сейчас мы идем в чрево дракона». Глава девятая. Чрево дракона. Белый орел полетел в темный тоннель, который казался горным ущельем, но стены его походили на живой организм, напоминая кишечник. Стены были как будто вымазаны фекалиями, и вонь подавляла, вызывая тошноту. Атака, плоть. Хотя я была с белым орлом, вонь и тьма шокировали и меня. Я испугалась и пыталась сохранить духовное равновесие, но страх начал сковывать мою веру. Безнадежность, угнетенность и отчаяние были в самих стенах этого тоннеля. Я знала, что Иисус защищал меня, но присутствие зла было удушающим. Затем мой разум, как зверь, пойманный в ловушку, начал искать выход. Куда я иду? Почему я здесь? Что, если я упаду в этом месте? Как я смогу выбраться отсюда? Как только пришло сомнение, за ним последовала паника, подавляя уверенность в Божьей защите. Теперь мысли, как дикие собаки, начали нападать на меня. Приходили ли они от меня самой или от тоннеля, я не знала, но я была в неистовстве от страха. Я не смогу, я не могу идти дальше. Они причинят мне боль. Они убьют меня. Если бы Господь не защитил меня, я думаю, эти мысли разорвали бы меня в клочья. Я вцепилась в белого рла. «Иисус, сын Давидов!» Кричал я, «Помилуй меня!» Я не могла сказать, что произошло, но чувство, что меня съедят заживо. Медленно уходило. «Иисус, мой Спаситель, восстал во мне!» Он явил мне милость. Но я все еще была в шоке, как человек, на которого напала стая прожорливых волков и который едва спаси. Сильно потрясенная, я чувствовала слабость и дрожала. Господь укрепил меня, и я вздохнула, немного расслабившись. Он защитил меня. Он не позволил бы мне упасть. «Все в порядке!» Вздохнула я. «Все хорошо!» Ко мне вернулось прежнее доверие Богу. Затем в кратчево, как испарение, туманные намеки подобрались ко мне тонкими струйками дыма. Атака, мир. Мне всегда казалось странным, что после жестокой атаки врага самым опасным им является тот момент, когда битва уже закончена и победа обеспечена. Можно стать уязвимым из-за усталости, позволив себе потерять бдительность по отношению к врагу. Но еще более удивительным становится то, что после разгара битвы я всегда забываю эту истину. И я вновь забыла ее. В кратчевые мысли, которые приходили ко мне, были обезоруживающими и неуловимыми. Они превратили мир, который является небом сатаны, во все то, что я могла или должна была когда-либо желать. Обещание получить небеса сатаны сейчас, а божье, потом, были слаще меда и обволакивали меня. Вдруг воня в тоннеле исчезла, и вместо нее он начал источать мучительно сладкий аромат. Я размышляла про себя. Почему я делаю это? Я ведь могу иметь все, что захочу, просто занимаясь собой. Мне не нужно больше жить так. И в самом деле, я устала от этого. Я начала думать о том, как можно заработать деньги, и не просто заработать, а разбогатеть. Только богатство может помочь мне подняться выше такого испытания? Думала я. Только богатство может дать мне роскошь в соответствии с моими вкусами, которые достойны быть выраженными и удовлетворенными. В мире есть так много красивого, и я хочу окружить себя этим. В этом нет ничего плохого. Я могу добиться этого, если буду усердно работать. Все, что мне нужно делать, это сосредоточиться на этой цели, отдаться ее и держать курс. Отдаться ей и держать курс. Отдаться ей и держать курс. Погоди-ка. Сказала я себе, это неправильно. Отдать себя жизни для накопительства, только удовлетворяя свои чувства. Не может быть правильным решением. Эта идея была песнью сирены, чья приманка, если не принесет кораблекрушение, то точно соблазнит меня стать духовно слабой, безвольной. Она убьет меня. Нет. Сказала я тихо. Выбирай себе того, кому хочешь служить, а я выбираю Христа. Я выбираю Христа. Громко воскликнула я. Прозрачные пальцы перестали простираться ко мне и тихо уползли. Господь снова укрепил меня. Я вновь глубоко вздохнула, расслабившись. Атака, дьявол. К этому моменту мне показалось, что я вижу свет в конце тоннеля. Я устремилась к выходу. Я хотела выйти. Выйти. Затем я услышала слова, сказанные как бы моим голосом. Иисус может любить тебя, но этот странный вид любви приведет тебя в очень опасное место. Я не вижу, защищает ли Он тебя так, как должен. Конечно, если бы Он заранее сказал тебе, чем ты столкнешься. Но Он не сделал этого. Если бы ты сама могла приобреть и больше знания, тебе не нужно было бы рассчитывать на Его защиту. Ты сама защитила бы себя. Ты заслуживаешь большего. Это были гордость, самонадеянность, ниви, обвинение Господней любви и предложение быть независимой от Него, быть лучше, чем Он, словом бунт. Это являло собой сущность сатаны. А, Господь, сказала я про себя, прости меня за то, что я думала, что могу все сама. Ведь я знаю, что нет жизни без тебя. Я люблю тебя и знаю, что и ты любишь. Только ты один все сделаешь и станешь всем и есть всем. Я доверяю тебе, мой Спаситель. Мой Господь и мой Бог, на Которого я уповаю. Я страстно воскликнула. Я сраспялась к Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Гигантская пещера Белый орел радостно ворвался в тоннель через дальний вход. Теперь, казалось, мы летели внутри огромной пещеры, находящейся в горе, но я не была уверена в этом, так как не могла видеть ее свода. Атмосфера в пещере, если это действительно являлась пещерой, была серой и мертвенно-неподвижной, но неэлектризованной, как это бывает в центре урагана. Тоннели пронизывали гору и уходили вверх так же, как и тот, в самом начале нашего пути, находившийся на уровне Земли. Дворец Сатаны Прямо перед нами была другая гора, которая возвышалась в центральной части пещеры. Она выглядела так, словно была сделана из блестящего зубчатого угли. На ее вершине стоял прелестный дворец, такой же совершенно блестящий, как агат. Густая желтая жидкость сочилась из-под горы и стекала вниз. Воздух был пропитан серой. У подножия горы большие красные драконы развлекались в грибной яме так же, как дикие животные охлаждаются в грязной воде озера Сиренгити. Их головы покоились у подножия горы. Слабый огонь выходил из их ноздрей. Когда он касался желтой жидкости, загорелось пламя, но оно быстро исчезло. Они поднимали глаза туда, где мы находились, но, возможно, это место было вне поля их зрения, так как мы не возбуждали в них яростного рвения и защищать дворец. Сам дворец был искусно сконструирован. Он был сделан со вкусом и воображением, но выглядел холодным, темным, непривлекательным и внушающим дурные предчувствия. «Это гора сатаны и его дворец», — произнес белый орел, продолжая лететь к нему. Атака гарпий. Неожиданно тысячи темных ангелов вырвались из танилий, как летучие мыши, покидающие свои пещеры на закате, и начали окружать нас. У них были женские головы и туловища, а крылья, хвосты, ноги и лапы с когтями, как у хищников-стервятников. «Они не могут прикоснуться к нам», — сказал белый орел. «Не беспокойся!» Эти гарпии пролетали близко, крича и насмехаясь, но, тем не менее, они не заслоняли собой дворец и не препятствовали неутолимому полету орла к нему. Князь Тьмы Высоко в черном дворце в неосвещенном окне появилась одинокая фигура, устремившая свой взор на нас. На расстоянии чувствовалась его сила, власть и крайнее одиночество. Да, одиночество, отделение, уединение и холодное, холодное сердце. Он выглядел, как испанский принц. На нем была элегантная черная бархатная мантия, украшенная драгоценными камнями. Он был одет безупречно и со вкусом. Он был красивым, почти совершенным, с блестящими черными волосами и темными умными глазами. Он махнул рукой, и гарпии исчезли так же быстро, как и появились, скрывшись в тоннелях. Звук тысяч жестких крыльев утихал, и в пещере стало сравнительно тихо. После этого он продолжал стоять неподвижно, его глаза остановились на нас, они были одинокими, как у царя, чью любовь отвергли. Я думала, вот он, тот, кто был так наполнен светом, что его называли «сиятельным», теперь стал князем тьмы. Тот, чьи способности все еще таковы, что он управляет огромной земной империей обмана, соблазняя весь мир. Глядя на его безупречную, неувядающую красоту, мне было очень интересно, каким же он должен был быть до своего падения, ведь он был создан с величественной внешностью, чтобы занимать самую высокую должность при небесном дворе. Он был помазанным херувимом, чтобы осенять. Я хотела понять, было ли когда-то трое херувимов, поставленных у престола Божьего, по одному с каждой стороны и третьей, сверху. Была ли причина тому, что он был сотворен таким красивым, мудрым и могущественным? Для того ли, чтобы охранять Божий престол с того высокого положения? Он ходил между огнистых камней, был свидетелем всех тайн Божьих, был наедине с Отцом. Предал ли он того, кто любил его, напав сверху? По этой ли причине он хвастался, что вознесет престол свой выше звезд Божьих? Вот он, думал я, все еще возвышающийся, но возвышающийся теперь только в узле, из-за своей превозносящейся гордости, изолированной в непределах досягаемости милости и выше того, чтобы просить ее. Белый орел развернулся и полетел назад по направлению к тоннелю. Насмешки черного ворона. Вдруг рядом с нами появился огромный черный ворон. Его перья блестели, как черное дерево, а глаза сверкали огненно-красным цветом. «Зачем ты пришел?» Шипел сатана. «Тебе доставляет удовольствие позорить меня перед моими подданными. Всем вам нравится приносить сюда любовь и тепло, чтобы мучить нас? Вы так жестоки!» Господь ничего не ответил. «Неужели ты не скучаешь по мне?» Продолжал сатана. «Ты пришел сюда из-за того, что тебе одиноко без меня. Тебе хотелось бы приходить сюда чаще, чтобы быть со мной, просто видеть меня». Ворон рассмеялся черство и жестоко. «Ты скучаешь по мне и все еще любишь меня?» Торжествовал он. Потом ядовитым тоном из горячей презрений он усмехнулся. «Ты, глупец, что любишь меня даже сейчас, Иисус из Назарета!» Молчание Господа привело ворона в ярость. «Не приходи, чтобы опять позорить меня перед моими подданными. Здесь я, царь. Держись подальше отсюда. Я не люблю тебя и желаю тебе всяческих мучений, чтобы выразить свое презрение. Держись подальше от меня!» Израгалнистого сатана. Сказав это, ворон развернулся и полетел обратно во дворец. Белый Орел продолжал лететь через тоннель, через которую мы очутились здесь. Во тьме царила мертвая, пустая тишина. Возвращение в овчарню. Он подлетел к овчарне и приземлился перед воротами. Я слезла с его спины. Он снова превратился в Господа и с пастушьим посохом в руке. Он открыл ворота и повел меня внутрь. Мы оба сняли обувь и стояли босые внутри овчарни. Меня трясло, и он обнял меня своей рукой. «Ничего, Анна!» Произнес он. «Тебе нужно было увидеть, что сатана жесток. А теперь отдыхай!» Тепло начало вливаться в меня, и я пыталась дышать глубоко, приходя в себя. «Почему ты показал мне все это?» Спросила я. «Тебе было дозволено знать это?» Сказал он. «Запомни хорошо все, что ты слышала и видела. Ведение суда!» «Смотри!» Продолжал он, показывая на землю и в овчарне перед нами. Пол раскрылся, и мы увидели землю, вращающуюся на некотором расстоянии от нас. Глядя на земной шар, я слышала звуки громких шагов, будто шли какие-то великаны, потрясая землю. Земля дрожала, и горы начали раскалываться. «Смотри еще!» Сказал он, указывая наверх. Небеса раскрылись, и я увидела, как во что-то, начало, падать и сон мы сияющих ангелов. «Что это?» Спросила я. «Свинцовый отвес!» Ответил он. Мирный отвес падал с небес через овчарню на землю. Наш великий бог смягчался дважды, но, наконец, он сбросил этот отвес. Когда отвес достиг земли, великое ликование началось в небесах. Это было так, будто каждое сотворенное существо пело там, и звук начал потрясать небесные сферы, его праведность от века до века. Его суды праведны и боли не будут удержаны. Когда громогласное ликование усилилось, огонь вышел с небес и переместился по отвесу, пройдя перед нами сметая отвес на землю. Вдруг весь мир запылал. Ложная церковь уже осуждена. Пока продолжалось песнопение в небесах, Иисус проговорил. «Едом будет судим». Для мира церковь выглядела чистой, но она будет жневьем перед гневом Божьим. Дети живого Бога увидят его на его святой горе. Но для церкви Едома он уроется во тьме и никогда больше не явится. Гора Едома растает, как воск, в господнем пламени, но праведны будут процветать среди этого огня. В действительности, сами праведны будут пламенем перед Господом. Праведных враги нашего Бога будут считать ничем. Над ними будут насмехаться, венчать их терновыми венцами, но Бог, наш Бог, пожрет эти терны своим огнем и исцелит раны своим бальзамом. Отвес упал земля трясется, когда великаны идут по ней. Божью силу увидят все. Ни один великан не сможет устоять перед его силой. Ни один великан не сможет ходить в его пламени. Праведны будут смотреть вверх и радоваться со всем собранием небесным. Одним могущественным хором они провозгласят его праведность и его силу. Его справедливости возобладают, потому что отвес уже спущен и не будет сдвинут. Бойтесь, а вы, кто лежит с гадюками, вы, кто пьет яд змей. Приходит день, и уже сейчас Слово Божье рассекает вас надвое, и вы будете корчиться в агонии, преданные тем, кто принимал ваши идоложертвенные дары, имеется в виду сатана, примечание редактора. Небеса возвещают его праведность и его престол. Как великий камень, он упадет на злых. Праведны будут смотреть на его лицо, но глубокая тьма сокроет его от глаз и сова. Горе тем, кто поклоняется идолам. Они соединяются с демонами. Огонь прошел по отвесу. Молния сверкнула из его руки. Действительно, мир увидит это, но останется обманутым. Когда великаны идут по земле, горы дрожат, но когда Бог идет по земле, горы тают. Когда песнь Божьей праведности выходит из небес, происходит раскол, разделение, исчезновение и освобождение. Гибель следует за эхом того припева. Происходит разделение, которого нельзя измерить, пока отвес не упадет с небес на землю. Все на небесах соединилась песня, и все о земле услышат и останется глухим. Суды открываются сейчас на земле. Праведные будут возрастать в праведности, а злые будут чкрижетать зубами и проклинать Бога. Держись твердо Бога, Анна! Держись твердо Бога! Однажды он жарился, даже дважды, но сейчас суды начались с Дома Божьего. Праведные будут сиять подобно солнцу, а развращенная церковь, хотя и богатая и украшенная красивыми дарами от Бога, будет жнивем перед ним. Ибо он больше не жарится и гора Исова сравняется с землей. Человек будет попирать прах и этой горы и говорить, где она? От нее не осталось даже насыпи величиной смуравейник. Где она? Камни и земля ее будут измельчены в порошок и развеяны. На ее месте будет пустыня, и никто не повернется, чтобы посмотреть, потому что не останется ничего. Гора Господня, праведные увидят ее и возрадуются. Они присоединятся к могущественному небесному хору. Они будут ходить по улицам, сделанным из золота и не устыдятся. Правосудие и правота – основание престола твоего, а праведный Бог. О, справедливые истины, человечество думало, что оно более справедливо, чем ты. Но праведным ты откроешь свою праведность, и справедливым ты откроешь, как справедлив ты был всегда. Присоединись к хору. Господь продолжил. Присоединись к хору сынов Божьих. Провозглашайте вовеки его праведность. Пусть звук нашего восклицания наполнит землю. Присоединяйтесь к радости, когда песнопение исходит, падая с весом мощнее, чем шаги великанов, падая с весом престола самого Бога. Радуйтесь, о небеса. Рыдай, о мир. Радуйтесь, оправденные. Трепещи, о плоть. Ибо огонь пришел с неба, пройдя по отвесу, и только Сын Божий пройдет через пламя. Радуйтесь, о небеса, и возрадуйтесь, ибо суды начались. Последнее искупление близко. Наш Бог оплатит все счета. Отвес не будет сдвинут, пока все не уподобятся Сыну Божьему. Радуйтесь. Господь повернулся ко мне и сказал. Запомни хорошо все, что ты видела и слышала, ибо это есть и будет, ни одна рука не остановит это. Пойдем. Он взял мою руку, и мы вместе пошли за пылающим отвесом в небеса. Глава 10. Божий престол. Когда мы поднимались, свет становился разноцветным, мерцающим, почти живым. Звук песнопений усилился стократно, когда мы следовали за пылающим отвесом в третьем небо. Его праведность от века до века. Его суды и стены и не будут еще более удерживаемы. Ликующее празднование. Когда Иисус появился на стеклянном море, поднялся великий крик. При виде его, пыщи взорвались с пантранным ликованием. Мы вошли в третье небо, которое, по всей видимости, было задней стеной тронного зала. Искупленные начали танцевать, как один, перемещаясь в быстром, скользящем движении, как танцоры на земле в старомодном танце Куранта. Движения были энергичными и радостными. Проходящие мимо протягивали руки, чтобы коснуться Иисуса, и он прикасался к ним. Все смеялись. Я была уверена, что танец был спонтанным. Искупленные танцевали силой Святого Духа, тысячи за тысячи были ведомы самим Духом. Иисус взглянул на меня. «Я нужна, Анна!» — сказал он. Он жестом показал кому-то приблизиться к нам. Это был большой, официальный, ангел, которого я встретила на движущейся дорожке. Господь, разговаривая со мной, все еще улыбался и касался рук, протянутых к нему. «Епогелиас останется с тобой!» — сказал он. «Ангел Епогелиас!» «Так вот как его зовут!» — улыбнулась я про себя. Ангел почтительно поклонился Иисусу. Улыбнувшись, Господь протянул мне руку и, пожав мою, исчез. Мы с Епогелиасом продолжали наблюдать за веселыми танцами. «Ты появилась здесь в радостное время!» — сказал Епогелиас. «Почему?» — спросила я. «Мы радуемся каждый день за тех, кто недавно пришел в царство, но это празднование происходит и в ответ на провозглашение твоего отца о том, что скоро начнется великое жатва. Его дети наполнены благодарностью за его верность, ибо Господь вскоре совершит то, что обещал, и искупит многих сестер и братьев через Иисуса Христа, Господа нашего!» «Потрясающе!» — улыбнулась я. «Спасибо, что сказал мне Епогелиас. Он поклонился мне в ответ, иронизируя над собой по поводу того, что Иисус только что открыл мне его имя. Эта шутка имела смысл лишь между нами. Тысячи танцующих собрались в круги, в каждом из которых было около двадцати четырех танцоров. Они начали кружиться, сходясь и расходясь в кругах. Везде было ликование, некоторые смеялись. Во время танца они начали петь, «Вновь и вновь мы поем о его славе, вновь и вновь мы радуемся в нашем Боге». Все находящиеся на стеклянном море исполняли одинаковые движения, кружась и воспевая одну и ту же песню. Тихое поклонение. Затем, как вел дух, в музыке наступила пауза, в селах. Идскупленные тоже остановились и стояли тихо с поднятыми руками, простертыми к Богу. Я вспомнила Псалом 64, где говорится, «Тебе, Боже, принадлежит хвала Носионе». В молчании склонится пред тобой Носионе, а «Бог» — английский. Примечание. Переводчика. Это было тихим поклонением. После длинной паузы зазвучала мдлинная величавая мелодия. Кроме партии знакомых мне инструментов, часть музыки была сыграна на инструментах, которых я никогда не слышала. Возможно, они были из других культур или древних конструкций. В гармонии с инструментами был еще один прелестный звук. Это не было пением, и он не издавался музыкантами. Что же это было? Танец поклонений. В ответ на эту музыку искупленные начали величественный танец поклонений. Движения были царственными и благородными и исполнялись с большой осторожностью и очень напряженно. Возможно, земной танец Павана больше всего походил на это поклонений. Я чувствовала, что в танце они хотят выразить свое уважение. Сам танец был почтенем. Изменение темпы помогло мне лучше ориентироваться. Божий престол. Тронный зал сиял светом так же, как и царство сатаны являет собой мрак. Поверхность, на которой танцевали искупленные, напоминала собой тротуар, однако цвет его был прозрачно-голубым. Размером она превосходила самую огромную площадь. В дальнем конце обширного моря сиял ослепляющий свет, в центре которого стоял Божий престол. Великая тоска наполнила меня, и невольно вырвался шепот «Папочка». Его присутствие притягивало меня нитями любви. Епогелиас посмотрел на меня и улыбнулся. Существо у Отца проявляется в свете неописуемой белизны. Его слава расходится лучами во всех направлениях, образуя гамму величественных цветов. Со значительного расстояния это сияние выглядит, как око со слепительной белым зрачком. Возможно, оно образуется вследствие отражения от стеклянного моря. Мне сложно было понять это. Но я вспомнила, что в здании храницеркви часто делали мозаику или фрески Божьего ока. Находясь на стеклянном море, я подумала, что это была попытка изобразить как слова Отца, так и его всевидение. Великолепие его личности отражается ореолом гамма цветов, подобно радуге, где оттенки переходят из белого в желтый, в золотой, в красновато-золотой, затем через цветовой спектр красного, фиолетового и синего, заканчиваясь зеленым. Радуга у нас на земле, и подобие, моей радуги. Приближаясь к престолу. Словно приглажденная к месту, я терялась в его величии. Я поглялся в трону моё плечо, чтобы я обратила внимание на то, что он скажет. «Пойдём со мной», — сказал он, и стал продвигаться к трону. Мы шли через ряды тех поклоняющихся, иногда подныривая под руку танцора, направляясь вперёд. Свет, в который мы входили, начал усиливаться, тоже происходило и с ощущением силы. Когда мы приближались к престолу, сияние было больше похоже на волны света в северном сиянии, когда оно образует радугу цветов на небе. Пылающий свет не ослеплял так, как ослепляет земное солнце, если пристально глядеть на него. Можно было пережить, почувствовать и даже смотреть на этот свет. Ангельская хвала. Тронную площадку окружали тысячи ангелов, и, казалось, ещё тысячи присоединялись к ним. Бесчисленное количество ангелов было уже в пределах радужного свечения, исходящего от трона. Каждая группа имела цвет определённого оттенка. Они производили музыкальные звуки, летая на разной высоте, с разной скоростью и разными способами. Точно так же, как и вращающаяся палка может издавать разные звуки, увеличивая высоту или громкость в зависимости от скорости её вращения, также ангелы в полёте производили различные звуки хвалы. Темп брус звука их полёта отличался от пения или игры на инструментах. Это, должно быть, и был тот звук, происхождение которого я не могла определить ранее, звук редкой красоты. Они казались невероятно счастливыми, купаясь в славе Божьей. Я тоже чувствовала эту радость. Вечность не покажется слишком длинной, чтобы славить его и вновь получать от него радость. Временами некоторые ангелы летали вместе. Их звук отличался от звука ангелов, летающих в одиночку. Одно с хвалой. Мелодия, как и свет в тронном зале, проходили прямо через меня. Музыка хвалы вошла и прошла через меня, и я стала одним со звуком. Как будто я сама стала хвалой. Я вспомнила, что в псалмах Давид сказал. Но я молитва, имея в виду, что он был молитвой. То же самое происходило и с хвалой в тронном зале. Епогелиас остановился среди танцоров и проговорил. Гармония, единство и желание находящихся здесь состоят в том, что они воздают отцу должное, постоянно отдавая себя и получая больше его, когда они прославляют и поклоняются ему, порождая мелодичную музыку. Да, согласилась я. Мы смотрели и слушали некоторое время, а затем снова двинулись вперед. Когда мы приближались к трону, я словно начала видеть хвалу. Она была полупрозрачной, почти невидимой, но я могла видеть ее. У нее будто были различные свойства. Некоторые виды хвалы выглядели, как ткань, другие, как частицы. Благодарения были похожи на светящихся в полете птиц. Очищенная хвала Ангелы в полете собрали немного хвалы со стеклянного моря и воткали ее в свою, в каждый цвет радуги, это было сиянием вокруг отца, прежде, чем хвала поднялась к нему. Некоторая часть поклонения опустилась на маленький алтарь, на котором тлили угли. «Мне было интересно, почему одна часть пошла в одном направлении, а другая — в ином». Епогелевс ответил на невысказанный вопрос. «Некоторая часть хвалы уже находится в гармонии с небесной хвалой, но другая должна пройти через огонь», — сказал он. Ангелы его присутствия Ангельские существа в одеждах бледно-лилового цвета находились у маленького алтаря. Их резы были вышиты темно-красным и золотым на рукавах и покайми. Ангелы были опоясаны золотыми поясами. Ладони их рук были также подсвечены красным. Я чувствовала, что это были ангелы его присутствия. Они заботились о том, что восходило к отцу. Они деликатно обращались с тем, что принадлежит ему, так же, как и пастух поддерживает и помогает новорожденному ягненку. В плетеную левангельскую гармонию вместе со всеми цветами сияния или подобно голубевозношения, принесенные на угли маленького алтаря, все, все восходило к нему. Ничего не было унесено, либо украдено. Переплетение Я уже больше знала о приятном аромате, окружающем престол и о переплетении звука, цвета и запаха. Они не могут быть переплетены на земле так, как здесь, на небесах. Снизу мы не можем испытывать их одновременно, но сверху кажется, что у них есть одинаковые свойства. Здесь это похоже на то, как воду выливают в воду. Воду, имеющую одни и те же свойства, можно смешать. Так же дело обстоит со звуком, светом и ароматом. Кажется странным видеть звук, слышать цвет, осизать запах. Однако на небесах все это кажется естественным, правильным и даже очевидным. Семь великих огней Перед троном горели семь ярких огромных языков пламени, семь факелов. Епогелиас сказал. Это проявление Духа Святого. Они постоянно горят перед троном. Он открывает себя здесь, наверху, и на земле. Агнец олицетворяет их, а Дух их черпает от него. Из всех сотворных небесных духов Серафим, горящий в святости, более всех похож на эти светильники Духа. Они горят сверху, а светильники горят перед престолом. Серафим Я посмотрела вверх, чтобы увидеть небесных существ, парящих прямо над самым большим скоплением света, исходящего от трона. Каждый Серафим имел по шесть крыльев. Время от времени я могла увидеть их лицо или движение крыльев. Они горели подобно колеблющемуся пламени факела. От них исходила самая сладкая и красивая музыка, какую я когда-либо слышала. 24 старца В середине мощного белого света на площадке с троном стояли 24 очень высоких существа с венцами на головах. На каждом из них была цепь с золотым медальоном. Их волосы были белыми и полны света. Я просто чувствовала их древность, мудрость и большую власть. Епоггелиас повел меня на свободную площадку ближе к престолу. Четыре животных Внутри более мощного света я увидела четырех животных. Каждое из них было белее белого цвета, настолько они были полны света. У каждого было по шесть крыльев. Одно было похоже на тельца, другое как лев, третье как орел и четвертое выглядело человеком. Их головы и ноги, лапы, копыта, когти были золотыми. Они были исполнены мячей, внушающими страх и очень красивы. Животное, стоявшее в свете и выглядевшее как человек, было в прозрачном одеянии воротником, поднимающимся высоко от шеи к ушам. Воротник был словно сделан из белого кружева с вплетенной золотой нитью. Золотая кокетка и передний отделка завершали оформление мантии. Через тонкую ткань его одеяния просвечивало тело, покрытое глазами. Под крыльями всех животных были руки. Когда спасенные падали на колени во время танца, четверо животных склонялись перед царем. В их руках были золотые чаши, которые они приносили перед престолом. Епогелиас заговорил со мной. Они представляют собой четыре великих части живого творения. Слово говорит, что все должно славить его. Они являются остатком творения, исполняющего это слово. То, что они делают, относится ко всему, созданному Богом. Почему их головы золотые? Шепнула я. Золото показывает их место перед троном среди всего представленного творения. Ответил он. Это драгоценный металл на земле и представляет Христа здесь, поэтому их цвет отражает то, что является драгоценным, поклонение Богу. Бог общается с остатком. Эти четверо – тот самый остаток. Перед престолом, всемогущий Бог, словный Отец, прославляется и находится в поклонении своего творения. Белое представляет собой невинность всего, что он привнес вначале. Это напоминает ему, что все, что он сотворил, было сотворено чистым и безгрешным с самого начала. Завершение приношения хвалы. Приношение искупленными поклонения и благодарности подходило к концу. Как один, спасенные выступили вперед, обнимая друг друга за талию. Они опустились перед престолом на правое колено, склонившись в поклоне. Двадцать четыре старца и четыре животных склонились, произнося «Аминь», в конце танца. Мириады ангелов, прославляющих его в высоте внутри застывшего сияния, замерли. Они выглядели как тысячи и тысячи ярусов органных труб, простирающихся вдаль, насколько я могла видеть. Глава одиннадцатая. На коленях. «Прекрасно, дети!» — сказал Бог-отец. «Теперь отдохните!» Танцующие разошлись маленькими группами и стали беседовать друг с другом. Отношения между ними были очень теплыми, и атмосфера зала была близка к той, когда дети собираются вокруг костра в присутствии любящего отца. Епогелиас наклонился и сказал «Не!» «А теперь смотри!» Приношение детей Как только ангел заиграл простую мелодию на свиреле, сотни детей встали перед престолом. Ангелы и спасенные несли самых маленьких детей на руках, а тех, кто был постарше, вели за руки. Дети поднесли маленькие букеты цветов Иисусу и Отцу. Иисус поцеловал каждого ребенка и вместе с Отцом разговаривал с ними. Мощные потоки света исходили от престола, когда Отец принимал цветы. Он прикоснулся к каждому ребенку и благословил. Отец поблагодарил детей, назвав каждого по имени. Епогелиас продолжал, обращаясь ко мне, «Это те, кто умер в детском возрасте». «В то же мгновение мне стало ясно, что некоторые из этих детей умерли через выкидыш, другие — в результате аборта. Даже не знаю, как я поняла это. Они стали взрослыми здесь», — продолжал Епогелиас. «Как ангелы, так и спасенные братья являются их наставниками. Я перевела взгляд на Епогелиаса, чтобы лучше рассмотреть его лицо. Он заметил мое замешательство». «Анна, многие тайны нашего Бога раскрываются уже сейчас. Для некоторых книга Откровения уже открыта. Он опять посмотрел на детей. Наш Бог может говорить с Духом детей с момента их зачатия. И их Дух может отвечать с самого начала жизни, находясь еще в утробе матери. Я тоже взглянула на детей и вдруг вспомнила, что Иоанн Креститель отвечал Духу Божьему, находясь в утробе. Если Святой Дух может знать мысли самого Бога, как говорит Слово, тогда, конечно, Дух может общаться с Духом детей еще до их рождения. Дети, которые были жертвами абортов, подарили маленькие букетики хны, чтобы показать Отцу, что они простили виновников их смерти, а также просили простить их. «Наблюдая за происходящим, я осознала высшую степень Божьей справедливости, и это просто ошеломило меня. Он дал каждому ребенку возможность прийти к Христу, и все, кто выбрал Христа, были здесь». Епогелиас сказал, «Никто не оставлен Иисусом, Анна. Никто». Песня Серафима Когда дети начали расходиться, Серафим запеял, «О, драгоценность, всех прекрасней Бог, награда высшее счастье, Бог, великий и величественный, Бог, ты мощный свет, благословенный Бог». Мои глаза начали привыкать к мощному свету, который исходил от Отца, и из-за того, что дети начали покидать трон и зал, я смогла лучше рассмотреть сам престол. Престол По обе стороны престола, ниже подлокотников, стояли два Херувима. Они наблюдали за мной сквозь мерцающий свет. Казалось, что Херувимы состояли из четырех живых существ. Каждый из них имел лицо человека и крылья орла. Одна часть тела была подобна льву, другая – валу. Они охраняли Божий престол с обеих сторон. Херувимы были так совершенные и пронизаны светом, что, казалось, сами светились изнутри, и лишь бледный лиловый свет определял их очертания. Престол, на котором восседал Отец, был непостижимым образом инкрустирован праведностью, справедливостью, святостью, милостью и другими добродетелями. Бесценный на небесах Увидев, что я внимательно вглядываюсь в свет окружающий трон, Епогелиас проговорил. «А это то, что на небесах является совсем иным, Анна. Я почувствовала, что он имеет в виду нечто, совершенно неосязаемое для нас». Епогелиас продолжал. «Бесценный мир рукотворно. Этим желает завладеть враг, потому что его ценность превыше золота. Он даст за них обыкновенное золото и серебро, но это неравноценный обмен. Мудрость, благоразумие, радость, мир, доверие, верность – все это украшает престол всемогущего Отца. Обыкновенные драгоценности не могут идти здесь ни в какое сравнение. Улицы здесь золотые, но вера, драгоценность, не имеющая цены, и милосердие намного ценнее алмазов. «Я посмотрела на внушающее благоговение свет нашего Бога». «Папа!» – прошептала я снова. «Отец!» В блистательном свете была видна часть облика моего Отца. Я могла рассмотреть его ноги и еще что-то, похожее на одеяние, драпировкой спадающей к стеклянному морю. От его одеяния исходили вспышки молний. При ярком свете я могла различить часть его рук и свободные рукава, прикрывающие их. Свет, исходящий от его фигуры выше пояса, был насыщенный слепительной чистотой и святостью, и я не могла различить, что было за ним. В то время, когда Иисус отдавал последнего ребенка ангелу, который должен был унести его из тронного зала, мой отец заговорил со мной. «Анна, дитя мое!» Иисус повернулся, улыбаясь мне. Епогелиас показал жестом, чтобы я прошла вперед, ближе к престолу. Перед Отцом Я так и сделала. На ватных ногах я приближалась к этому всепоглощающему свету. Когда я оказалась там, где только что находились дети, то упала на колени и склонила лицо к стеклянному морю. Иисус подошел и помог мне подняться, укрепляя меня в силе, как Он делал это раньше. Моя сестра пришла сюда, чтобы увидеть тебя, отец. Как только я поднялась, руки отца, словно лучи света, протянулись ко мне из всего этого великолепия, поднимая меня высоко в воздух. Это казалось очень естественным, походило на то, как отец поднимает свое дитя. На коленях нашего отца. Он посадил меня к себе на колени. Я была переполнена любовью и благодарностью, и была так утешена, что не раздумывая протянула руки вверх и прижалась лицом к свету. Я почувствовала себя ребенком, который уткнулся лицом в одежду родителей. «Папа!» — сказала я, испытывая невероятный покой. «Ты дорога мне, Анна!» «Я люблю тебя, папа!» «Я люблю тебя, Анна!» — сказал он, прижимая меня крепче. В то время, когда мы сидели, радуясь друг другу, он обратился к моим самым сокровенным мыслям. Надежда. Он сказал. «Лишь избранные разделят со мной мир. Но мир, постоянный мир, имеют только те, кто хранит надежду. Но если надежда потеряна, души мечутся в поисках безопасного убежища. Я хочу, чтобы мои дети смотрели на меня, надеялись на меня, не обращая внимания на то, что происходит вокруг них на земле. Я хочу, чтобы они уповали на небеса, чтобы они видели, наконец, отдаленный берег, в направлении которого они плывут, и чтобы их сердца и разум, их глаза и уши были наполнены мною. Это принесет им надежду, которая дает мир. Я сидела и вглядывалась в величественный свет, который исходил из того места, где должно было быть его лицо, если бы я могла его различить. Глубже в Бога. Я свободно отдаляться от земной орбиты и притягиваться к моей. Я больше не хочу обитать в густом облаке. Я хочу, чтобы мои дети знали своего отца. Я хочу, чтобы они видели и слышали меня, потому что я, их любящий отец, Анна, и я забочусь о каждом их вздохе. Истина, которой есть мой сын, пришла в мир. Многие увидели и вышли стемнить. Но мой сын пришел, чтобы открыть меня. Теперь это откровение станет настоящей реальностью. Раскрытие замысла выполнений той земной миссии, которая началась с откровения моем сыне, достигнет совершенной ясности, недостижимой ранее. Видение волнуемых вод. Я увидела руку, двигающую взад и вперед в воде удаема, делая все отражение на поверхности неразличимым. По мере того, как водорода человеческого становится все более колеблющимися, — сказал мой отец. — Духовный водоем будет становиться все чище. Затем я увидела руку, простертую над прозрачным водоемом, которая четко отражалась в воде. Мои дети познают меня. Ты поможешь мне, Анна. Предложенная ответственность. — Если я нужна тебе, папа! — сказала я. Я поднял тебя в этот час заглянуть в небеса, полетать в разреженном воздухе с белым орлом, отдохнуть в гнезде и вкусить наслаждение от пищи из моих рук так, чтобы ты могла есть, а другие переваривали то, что ты съела. — Каким образом, папа? — Давай им надежду, позволяя смотреть и приобретать опыт через твое видение и твой опыт. — Я скажу. — Надейтесь, потому что я творю новое в эти дни. Все волчущие и жаждущие будут насыщены. Ты будешь моим министром. Что-то вроде министра финансов. Выполила я прежде, чем осознала это. Наверное, потому что я как раз на днях слышала этот термин на волнах британской радиовещательной корпорации. — Нет, — засмеялся мой отец, как мой секретарь. — О! — воскликнула я с облегчением, потому что подумала, что смогу справиться с обязанностями секретаря. С помощью Господа живо сказала я сама себе письма из дома. Мой отец продолжал. — Ты будешь рассказывать о том, что видела и слышала. Ты будешь открывать мое сердце и посеешь надежду, давая окровение, доме, другим. Твои слова будут подобны письмам из дома, рассказывающим о людях и доме, тем самым давая воину великую надежду. Сильное желание вернуться домой и осознание того, что его любят, укрепляет его силы. Надежда, Анна, — это подарок людям. Без надежды они слабы. — Почему ты выбрал меня, папа? — Потому что ты простая и не обременена знаниями. До основания мира я избрал тебя не потому, что ты умна или мудра, а потому, что я радуюсь в тебе. — Мой сын радуется в тебе. Святой Дух радуется в тебе. И я взял тебя сегодня, чтобы попросить о помощи. — Да, конечно, я буду помогать тебе, — сказала я. — Но, папа, пожалуйста, помоги мне воздержаться от греха. Я по-настоящему хочу представлять тебя в истине. Пожалуйста, держи меня в чистоте, чтобы я не смогла сквернить этот дар или дар, который ты оказал мне. — Только в нем. Я продолжала слушать отца, который говорил мне. — В нем, Анна, в моем сыне. Мое доверие только в нем. Это его жизнь, его служение и работа Святого Духа проходит через тебя. Мое дорогое дитя, сама по себе ты не заслуживаешь доверия. По мере того, как жизнь моего сына возрастает в тебе, ты оказываешься все более заслуживающей доверии, но на самом деле все только благодаря ему. Это всегда останется только в нем. Он сделал небольшую паузу, а затем продолжил. — Теперь, Анна, ты должна уделить время мне. Министры должны расти, выполняя свои обязанности, возрастать в помазании и укреплять свою власть. — Тридцать шесть. — Дитя мое, мое сердце обращено к детям. Покажи им мое сердце так, чтобы они могли обратиться ко мне. Он опустил меня с коленей и поставил перед собой на стеклянном море со словами. — Теперь предстань перед умной. Благоговение собрания В тронном зале, казалось, происходило что-то волнующее. Отовсюду к престолу стекались группы ангелов. Некоторые из них имели крылья, другие — нет. Казалось, мириады ангелов собрались в пространстве над престолом, и все, что светилось, присоединялось к ним. Около престола послышался пульсирующий звук, который двигался в сторону ангелов. Высота звука увеличивалась, пение распространялось, пока с мощным крещендо не охватило всех ангелов, находившихся вдали от престола. Мне показалось, будто нечто, возникшее у престола, прошло через находящихся там, позволяя пение усиляться и вырваться наружу. Звук был радостным, «Хвала тебе восходит к небесам!» Хвала до самых до глубин дошла, хвала за то, что ты приходишь сам, и за благословение хвала. И хуры ангелов хвалу тебе поют, колеса все и звезды ты вращаешь, хвалу тебе повсюду воздают, в себе луну ты с солнцем совмещаешь. Поют хвалу тебе, Отец, любя, о, Сын Святой, поют тебе девицы, о, Дух Святой, как любим мы тебя, хвалу и детей ты можешь насладиться. Теперь закончи, милый Дух Святой, что начать давным-давно тобою, когда все вместе пели мы с тобой. Благословенное имя Господа Святое. Отец и Сын, и Дух, благословенные. О, Бог, ты поклонение прими, о, Аллилуйя, ты, Господь Вселенной, тебе, Бог, хвалу приносим мы. Спасенные присоединились к хору. Слава твоему святому имени, Аллилуйя, слава твоему святому имени, Аллилуйя, слава твоему святому имени, Аллилуйя, слава твоему святому имени. Вдруг бесчисленные ангелы вскинули трубы. Звук был благоговейным, заряжающим энергией прославляющим. Пока звучали трубы, каждый из присутствующих начал пылко восклицать «Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!» Я никогда не была участницей чьего-либо более сильного. В конце прославления старцы сняли свои венцы пали на лица перед престолом. Пали на лица свои четыре животных, и спасенные, и ангелы, находившиеся у престола на стеклянном море. Я тоже упала на лицо свое, ибо кто бы мог устоять? Ангелы наверху внимали происходящее ему. Затем зазвучал одинокий шафар. Казалось, звук эхом отражался в небесах. По мере того, как звук затихал, гром и молния начали исходить от престола. Всемогущий Бог сказал, «Поднимись, Анна!» Я встала, дрожа всем телом. Все присутствующие тоже поднялись. Глава 12 Введение в должность Внутри престола усилились гром и вспышки молний, временами вверх выстреливал огонь. Свидетельство двух Иисус сказал, «Отец, она, моя и принадлежит моему царству. Она готова выполнить поручение, которое ты ей дал, он подошел ко мне. Я подтверждаю это поручение, поэтому это свидетельство двух. Мой отец и я – свидетель этому». Золотая цепь Огромные руки моего отца были целиком из света. Они приблизились ко мне из области престола и повесили на меня большую золотую цепь, состоявшую из двадцати четырех медальонов. Большой центральный медальон висел прямо над моим сердцем. Когда я посмотрела на цепь, то поняла, что под ней на мне была разноцветная мантия, которую Иисус дал мне ранее. Имя моего отца. Затем Отец своей рукой коснулся моего лба. Она божгла меня, словно раскаленное железо. «Мое имя?» Сказал он голосом, напоминающим шум мощных потоков вод. Он снова протянул руку и с кипетром коснулся моих плеч. «Она – мой канцлер». Иисус подтвердил. «Я – свидетель этому». Дух Святой, невидимый, произнес с левой стороны от моего отца. «Я – свидетель этому». Передача даров старцев. Затем другой голос проговорил. «Ты доверяешь Богу?» «Да», – ответила я, поворачиваясь, чтобы посмотреть на одного из двадцати четырех старцев, окружавших трон. «Подойди сюда», – сказал он. Старец возложил свою руку на один из золотых медальонов в цепи и с великой властью и торжественностью сказал. «Все дары и благодать, данные мне, ныне я передаю тебе». Жестом он указал мне подойти к следующему старцу. Каждый из них задавал мне тот же самый вопрос, что и первый. По очереди они возлагали руки на нетронутой на медальон цепи, осуществляя такую же передачу. «Твое сердце принадлежит мне», – после этого мой небесный отец вновь заговорил. «Подойди сюда», – сказал он, – «и посмотри на знаки». Под ярким цветом золото двадцати четырех медальонов сверкало, как бриллианты. «Дары и благодать, которые есть Христос, твои». Сказал он. Затем он возложил руку на центральный медальон и с огромной нежностью сказал, – «Твое сердце принадлежит мне». Затем своими указательными пальцами он коснулся моих глаз. Мне показалось, что разряд молнии пронизал меня. Перст Божью коснулся твоих глаз, Анна. Потом он возложил нижние части ладони на мои глаза, и по действиям силы я прогнулась назад. Далее он вложил свои пальцы в мои уши, и еще раз удар грома пронзил меня, следующий ударил в мой нос. «Открой рот!» – сказал он и коснулся моего языка, прижигая его как углем с алтаря. «Подними руки!» – продолжал он. Молли выстрелила в мои пальцы и ладони. Он возложил руки на мои плечи, затем скрестил их и снова возложил на мои плечи. Он передвигал руки к моему сердцу и диафрагме, бедрам и коленям, затем Бог наклонился и возложил руки на мои стопы. Сила, словно гвозди, пронзила их. «Меч не от человека!» «В этот день я вкладываю в твою руку меч, сделанный не человеком. Этот меч обоюдоострый. Он может преградить и открыть путь к дереву жизни. Принеси ей ножны!» – сказал он кому-то, стоящим рядом. Большой, могучий ангел преклонил колени и отдал ножны в свет, окружающий престол. По обе стороны этого ангела стояли херувины. На вид их рост был около двух с половиной метров. Каждый имел по два лица. У одного было человеческое лицо, а сзади – львиное. У другого было лицо урла и лицо тельца, сзади. У каждого было по два крыла и руки под крыльями. Их ноги были прямыми, подобно человеческим, но оканчивались копытами. Серо-коричневые перья покрывали тело. Подобно чешуйчатой кольчуге. По всему телу и на крыльях было множество глаз. «Никогда прежде я не видела подобных существ, в которых бы было столько же ужаса, сколько и величия». «Шл гнев вперед», – сказал мой отец, – «разреши мне повесить это на тебе». Ножны были изящными, из чистого золота, и висели слева. «Теперь меч», – сказал он. «Из света, который есть мой отец, появился самый прекрасный меч. Его лезвие было из белого золота или бриллианта, а золотая рукоять была украшена драгоценными камнями. Я могла осмотреть сквозь него. Он весь был из света и огня и парил в воздухе». Иисус шагнул вперед. Он и отец возложили руки на меч. Он запылал еще ярче. Меч был таким, как будто гром и молнии или взрыв произошли внутри него. Затем они убрали свои руки, и от меча стала исходить прекрасная музыка или пение. «Схвати его», – сказал мой отец. «Анна», – сказал Иисус, – «разреши мне тебе помочь». Он подошел ко мне справа и положил свою руку на мою. Вместе мы протянули руки к мечу. Он так и впрыгнул в мою руку. Иисус улыбнулся мне. «Ты можешь владеть этим мечом, потому что мы – одно». Этот меч зачехляется снаружи, но также спрятан внутри для руки и уст. Вдруг меч превратился в красное перо и чернильницу, полную золотых чернил. Иисус продолжал. «Дух Святой опишет для Отца». «Дух Святой является вечно действующим, но не инициатором, Анна. Из пера потекла чистая-чистая вода с легкими вспышками огня в ней. Он пишет для меня и царство. Перо и чернильницы снова превратились в меч». Иисус продолжал. «Мечом, сделанным нечеловеческими руками, будут рассечены цепи железной узы. Ехенебас». «Мой отец сказал. «Теперь с тобой пойдут Ехенебас». Он указал на двух херувимов. «Они будут охранять меч. Они властные и самые любящие, они будут твоими друзьями». Он обратился к херувиму. «Охраняй надежно». Они поклонились, потом повернулись и поклонились снова. У них не было спин, а с обеих сторон были передние части тела. Тогда же мой отец заговорил снова. «А теперь мантия, Анна». «Мантия». С левой стороны от Отца, откуда говорил Дух Святой, появилась мерцающая мантия, повиснув в воздухе перед престолом. Ехенебас подошли к ней и встали по обе стороны. Мантия была одновременно видима и невидима, как паутина с тысячами огоньков. Материя была подобна дыханию, но дыханию, полному живого света. «Это мантия, которую ты должна носить», — сказал мой отец, указывая на нее. Ураган. Я вложила меч в ножны, чтобы повесить его на мантию. Я ожидала, что Ехенебас помогут мне, но неожиданно перед престолом поднялся сильный ураган. Мантию перекрутила. Ангелы сверху присоединились к урагану, летая по кругу внутри него. «Дух Святой дарует тебе свою собственную мантию», — сказал мой отец. «Когда мантия стала опускаться, внутри нее сверкала молния. Свет изменялся и пульсировал вокруг нее, и сквозь пение ангелов Дух Святой начал провозглашать. Песни Святого Духа Легчайших крыл небесный вздох пусть взора не затмит, Тому, кто в рай через покров, во все глаза глядит. Смотри сквозь злата ободов, и улиц блеск от сей. Там, бывший прежде, вечнонов в изяществе идей. Да, бывший прежде, вечнонов за древностью лет, Спит бездна меж его перстов, Струится вечный свет. Бог сострадания, благой, в тебе любовь и мощь. Твой трон и сто годы живой для победивших, ночь. Хранят пусть Серафим, хвалу, и трепет, херувим, Как те, кто Бога сквозь узрел, подобно им. Отбрось сияние алей и злата ободов, Свой взор направив сквозь сону вещей, Там, суще, вечнонов. Когда мантия приблизилась к стеклянному морю, Нечто подобное электричеству Выстреливало, и образовывало дуги внутри нее. Цветы внутри переливались, и подобно тому, Как цвета некоторых видов морских медуз. Оба херувима шагнули в стороны, Чтобы освободить пространство для мантии. Она висела в воздухе напротив меня. Что мне нужно делать? Спросила я. Подожди, Анна. Сказал мой отец. В небесах была тишина. Казалось, все задержало свое дыхание. Каждый, находящийся в тронном зале, молчал. Медленно, с мягким, приятным ветерком Отдеяния двигалось ко мне. Я держала свои руки приподнятыми, Как будто кто-то собирался помочь мне одеть плащ. Мань тем мерцала. Однако, когда я проскользнула в нее, То поняла, что стала прозрачной, невидимой в некоторых местах. Видны были только кистерок, Стопы и голова. Прежде чем я успела подумать об этом, Иисус проговорил. «Анна, возьми это». «Что это?» Спросила я. «Обувь. Обувь из шкур морской свинки», Сказал он. Не знаю почему, но я почувствовала, Что это была игра со словом «цель». Я посмотрела на туфли. Они были такими же прозрачными и тонкими, Как и мантия. Они зашнуровывались спереди, Как высокие ботинки, Покрывающие лодыжку, Но у них не было подошв. Я сказала, У них нет подошв. Иисус улыбнулся. Нет, выражением души должна быть божественность. Казалось, Он получал удовольствие От игры слов. Эта обувь хранит твои стопы обнаженными, Касающимися поверхности святой земли, Но уставляет тебя неоправданное перед человечеством. Ты будешь невидима для людей, Но близка к Богу. Эта обувь покрывает лодыжки и пятки. Невидимость будет заставлять крест Работать в твоей жизни до такого момента, Когда в ней не будет незащищенной пяты и никакой силы, Проявляемой в обычном человеке. Я села на поверхность стеклянного моря, Чтобы быть их. Это самая странная обувь, Какую я когда-либо видела, Сказала я. Да, ответил Иисус, Немногие хотят носить ее. Она не модная. Будут ли они держаться на ноге? Засмеялась я. Да, если только ты сама не снимешь их. Ты можешь выставить на показ Своё хождение перед человечеством, Но в нём не будет жизни. Червь смерти будет вползать и выползать из-за этой показухи, Анна. Затем он спросил. Можешь ли ты ходить в огне и невидимости так, Чтобы люди не воздавали бы тебе славу? Немногие живущих сегодня будут носить эту обувь, Потому что хотят славы человеческой, а не Божьей. Я зашнуровала обувь и встала. Вверх моих стоп был невидимым. Господь! Спросила я серьёзно, Буду ли я способна сделать это? Нет, улыбнулся он, Но я смогу, если ты позволишь мне. Я отыскала взглядом его лицо. Я верю, сказала я. Помоги моему неверию. Горящее пламя любви. Вдруг престол стал возвышающейся колонной огня, Ревущей громче, Чем какой-либо кузнечный горн на земле. Я невольно отшатнулась назад, Так как огонь, казалось, был жарче, Чем в печах, переплавляющих железо в магму. Анна! Сказал мой отец громовым голосом. Можешь ли ты жить в огне? Отец! Сказала я нерешительно. Мне трудно желать болезненных переживаний, Но я могу желать тебя. Дай мне милость желать тебя больше самой жизни. Огромные огненные руки протянулись ко мне. Подойди, сказал он. Через усилие воли я стала медленно двигаться вперед. Иисус взял меня за руку. Я пойду с тобой, сказал он решительно. Когда Иисус взял меня за руку, Мое стремление к отцу неожиданно усилилось. Я стала взывать в своем желание, Папочка, 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 Папочка. В тот момент, когда я стала взывать к Нему, мне показалось, что Бог открыл себя в свою очередь с сильным немым криком или жаждой приблизить меня к себе. У меня возникло ощущение, словно мы были тут же, сосаны, в Него. Мы стояли среди углей, белых от сильного жара. Я тоже стала нагреваться. Свет был таким ярким, что из-за ярко-горячей белой дымки славы внутри я едва могла видеть Иисуса. Огненные кометы Затем со всех сторон меня стали ударять великолепные пылающие кометы, напоминающие огонь. Две ударили в мои глаза, и мои глаза вспыхнули пламенем. В то время, как эти огненные кометы падали на меня, мой отец начал говорить. Огонь моей святости, огонь моей любви, огонь моего сострадания, огонь моей мудрости, огонь моего понимания, огонь моего знания, огонь моей ревности, огонь моей чистоты, огонь моей милости. Мои пальцы потянулись к горящим губам. Благоразумие, сказал он. Вдохни. Я вдохнула огонь. Теперь огонь был снаружи и внутри меня. Прекрасные и страшные глаза. Среди огненных углей я увидела два огромных пылающих глаза, прекрасных, страшных, не поддающихся описанию. Они смотрели на меня. Я была не в силах отвратить свой взор. Они поражали своей красотой и одновременно внушали ужас. Твои глаза прекрасны. Сказала я. Я желаю видеть все, как ты видишь. Сфокусируя свой взор на мне, сказал он и его глаза проникли в мои, а затем возвратились. Я продолжала смотреть, пока не почувствовала, что мои глаза были словно выжжены в глазницах. Он сказал. Позволь мне посмотреть через твои глаза. Позволь моему сердцу смотреть с милостью на моих детей и на потерянных. Позволь моему с тем говорить. Страстная, всепоглощающая любовь хлынула в меня. Сделай меня горящим пламенем любви для тебя. Возобила я из глубин своего существа. Господь в своей славе. Вдруг Иисус оказался прямо напротив меня среди огненных углей. От него исходил чудесный белый свет. Временами от него исходили языки пламени. Его глаза тоже пылали. Он сказал. Как мое сердце представлено садом в раю, сердце каждого верующего подобным образом представлено огороженным садом, в котором мы встречаемся. Сердце отца представлено этими огненными углями, пылающими любовью. Сердце нашего отца чистое, пылающее святое. Ты должна быть призвана ходить среди горящих углей, ибо хотя наш отец любит всех, не все приглаются туда. Только полное единство принесет удовлетворение призванным, происходит полное поглощение, при котором грехнемыслим причиняет неимоверную боль. Человек приближается к святости, как мотылек к пламени. Всякая мысль от тьмы мешает совершенному союзу со светом, какая-либо нерешительность в послушании, любая мысль, не несущая в себе любовь, становится болью. В такой же степени совершенное единство с отцом нарушается. Любовь желает все больше и больше возлюбленного. В разделении есть боль. Тьма становится причиной препятствий, но любовь все больше и больше ищет света, больше, бесконечно больше, пока ребенок тоже не станет ходящим пламенем любви в постоянном общении с самой любовью. Жажда по моему отцу постоянно умножается в моем сердце. Его любовь поглощает меня, а я голоден и жажду большего. Пусть это желание будет и в тебе, чтобы его благодать вызывала благодарение и хвалу, его милость, обожание, его святость, поклонение, чтобы как истинное дитя отца, любовь рождала любовь и доверие. С этими словами он взял меня за руку и вывел из огненных углей. Слово «З.О.К.Л.Ю.Ч.Е.М.И.Е.БОЛЬШЕ ЧЕМ». Возвращение. Иисус привел меня обратно к великому собранию. Когда мы появились, мой отец встал и провозгласил. Пусть это будет записано. Она прошла через огненные угли. Мое имя на ее чре. Она – мой канцлер. Он положил свои руки на мои плечи и повернул лицом к находящимся на стеклянном море. «Я принимаю эту ответственность», – сказала я. «Да будет так», – утвердил он. Небеса разразились радостной хвалой Богу за его верность. Всюду пели хоры, звучала музыка, все благоухало и переливалось разными цветами, а великое множество ангелов кланялось сидящему на престоле. Радость переполняла всех. «Я тихо сказала Иисусу, что не совсем понимаю, в чем состоят мои обязанности». Он наклонился и шепнул. «Запиши то, что ты видела и слышала. А-а-а!» – кивнула я. Закружился веселый хоровод. Ангелы сошли со своих мест сверху и присоединились к искупленным. Это был Маханаем. Я была вся в пепле, и два ангела стряхнули его своими крыльями. Я стояла в небольшом замешательстве, словно пережила что-то и не успела восстановить силы. В глазах возникло ощущение, будто их растянули. Дар почтенного ангела. Во время празднования мой отец сказал мне. «Анна!» – мы с Иисусом провернулись к нему лицом. «У меня есть дар для тебя». Ко мне подошел большой, старый на вид ангела встал рядом. Из-за исходящего от него синего света он казался голубоватым. У него были голова с залысинами и очень длинная белая борода. Он был одет в длинную допи от мантии без рукавов, переливающуюся разными оттенками синего цвета. Под мантией была темно-синяя риза. Внутри плаща вспыхивал свет. «Это мой друг, Анна!» – сказал мне Иисус. «Он пришел учить тебя». Мой отец сказал. «Илия – дар моей руки. Он – мой возлюбленный и почитаемый среди ангелов. С этой минуты он будет сопровождать тебя в путешествии на землю». «Илия» – обратился он к ангелу. «Илия склонился перед отцом. Поможешь ли ты мне обучить мою дочь?» – спросил отец. «Да», – ответил Илия. «Друг мой», – сказал Иисус и взял его за руку, поднял на ноги и поцеловал его без щеки. «Это моя Анна, Илия», – сказал Иисус, – «моя возлюбленная». «Здравствуй, Анна», – сказал ангел и взял мою руку. «Мне предоставлено честь быть помощником. Это мое желание – служить великому и живому Богу». «Спасибо», – сказала я. «Я надеюсь, что буду хорошей ученицей». «Напутствие моего отца». «Анна», – продолжал мой отец, – «мои люди ждут надежды, которая утвердит мой завет мира. Ты готова?» «Да, папочка». «Хорошо, моя Анна», – сказал он, – «давай приведем их в тронный зал и в мое сердце». От него вышла слава и поцеловала меня в чулу. Иисус наклонился и поцеловал мою руку. «Я с тобой», – сказал он, заглянув в мои глаза. «Спасибо», – улыбнулась я, продолжая смотреть на того, кого обожает мое сердце. Он крепко сжал мою руку. «Расставание». «Затем мы с Илей поклонились и повернулись, чтобы уйти. Перед тем, как мы дошли до места, где танцевали, я снова повернулась, чтобы посмотреть на своего отца. Милость, величие и верность нашего Бога переполнили меня. С волнением я сказала. «Я люблю тебя, папочка». «Я люблю тебя, Анна», – ответил отец. «Я снова улыбнулась и пошла от тронного зала с Илей. Следом за нами шел Епогелиас. К нему присоединились Исхин и Бас, шагая по обе стороны от него. Когда мы проходили мимо танцующих, искупленные обращали на нас свое внимание. Они встречали нас теплыми взглядами. Мне было уютно, как среди любимых людей на Земле и даже больше того. Какая семья? Думала я про себя. Какие друзья! Из группы танцующих мне помахала Клара. Я искала взглядом других ангелов, которых я знала, но водящих хороводы было так много, что невозможно было сразу различить знакомые лица. На тропинке. Почти сразу мы оказались на тропинке в раю. Еще одно обетование исполнено, – произнес Епогелиас вслух. Я повернула голову, чтобы посмотреть на него. – Да. Он верен. Довольно улыбнулся он. Ехин и Бас отнеслись с уважением к глубокой благодарности Епогелиаса. Они почтительно кивнули. Вопросы к Илье. – Илье, – сказала я. Он посмотрел на меня. – Почему Господь дал мне новое имя? – Потому-то ты новая. Твоя миссия, твое призвание, твое направление на Земле изменились. Ты теперь призван открывать сердце Отца, и я должен помогать тебе в этом. Ибо немногие понимают, но они жаждут понять. Слишком много меры в детях Божьих. Как будто прах, из которого сделаны их тела, оказывает на них слишком сильное влияние. В действительности их глиняные сосуды не должны диктовать направление жизни искупленных, но, кажется, у них есть трудности в том, чтобы отделять сосуд от содержимого, поэтому возникает течь. Складывается впечатление, будто их глина все еще сырая, и вода просочилась в их души. Тем не менее, такой образ жизни уже больше не будет удовлетворять. Настанет время и настало уже, когда для выживания должно происходить разделение души и духа, тела и души наряду с чистотой сердца. Анна, на земле есть дух, который постоянно отвлекает от истины. Из-за этого наш Бог снова посылает дух Илья. До сих пор самая великая потребность – познание Отца. Перед концом этих времен Он должен открыть себя в большей мере. Я пришел, чтобы помочь открыть сердце Отца детям, ибо его сердце для них, чтобы растревожить их сердца, заставляя искать и познавать его. Отец призвал тебя в это время, чтобы ты была той. Я почувствовала, что он имел в виду, среди многих, кто будет показывать его сердце. Когда на земле действует дух Илья, происходят суды, засухи и видимые противостояния врагам Бога. И жесточайшие противостояния и великие проявления Божьей силы будут происходить постоянно, как в случае с поклоняющимися Валу. Но прежде всего, Анна, дети Отца должны иметь большую уверенность в его любви. Они должны быть укоренены и утверждены во Христе, наполнены силой Духа Святого, устремив свой взор на Него. Ты будешь наслаждаться, открывая сердце Отца, а я буду наслаждаться, помогая тебе. Темное облако. Я спросила. Илия, что это за темное облако, о котором говорил мой Отец? Темное облако, которое окружает Бога, в действительности является густым елеем Духа, великим благом, видимым знаменем величины помазания, непостижимой для человечества, поэтому, кажущейся темным. Для большей части человечества, он спрятан в темноте. От него исходит свет, которого они не могут видеть. Многим его детям он кажется спрятанным, но сквозь густоту этого елея сейчас горит огонь его любви, который позволит его детям видеть его любовь, его милость и его отцовское сострадание, а также поражающую реальность его святости. Этот огонь сожжет все, что является деревом, сеном и соломой в жизни его детей. Они должны желать огня и стремиться к его святости. Его сердце обращено к ним и огонь его любви будет открывать им это. Сердце детей будут джжжождать обратиться к нему, проходить через огонь очищения и покоиться в его руках. Как враг ненавидит огонь, так божьи дети должны любить его, так как в огне и через огонь они увидят Бога. У лестничного перехода. Мы подошли к лестничному переходу. Илья улыбнулся мне. Ты готова идти работать? Да, улыбнулась я в ответ. Я взяла его руку в свою. Спасибо тебе, Илья, и всем вам, сказала я, оборачиваясь к Епогересу, Ехину и Базу. Спасибо вам. Я благословляю вас во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Анна, ответили они хором. Мы принимаем это. Все почувствовали себя неловко. Что мне теперь делать? Спросила я. Ты возвращаешься? Улыбнулся Илья. А как же вы? Спросила я. Все четыре лица Ехины и Базы сказали. Мы идем с тобой, Анна. Ты еще не забыла? А-а-а, сказала я смущена. Точно. Я повернулась, чтобы идти к причалу, и они исчезли, хотя я знала, что они были со мной. Азар появляется снова. Вдруг появился Азар и облокотился на портовый столб. А, вот и ты. Точнее, частички тебя. Улыбнулся он, глядя на мои видимые голову и руки. Я посмотрела вниз на свой плащ и обувь. Я могла видеть сквозь них тропу. Он начал отматывать от столба пурпурный шнур. Значит, твой отец открыл тебе причину твоего прихода? Широко улыбнулся он. Да, улыбнулась я, и затем волшебство и таинство всего произошедшего охватили меня. Да, повторила я с намного большим чувством благоговения. Тогда ты готова возвратиться? Продолжил он, пытаясь помочь мне собрать мое рассеянное внимание. А, да, сказала я, вдруг сознавая, что мне нужно было сконцентрироваться на задаче, стоящей передомной. Я двинулась к лестнице. Помни о том, чтобы не смотреть вниз по сторонам лестницы при возвращении. Это требует небольшого навыка, но нам нужно учиться когда-то, не так ли? Говоря это, он напомнил мне няню. Он стал опускать лестницу. Спасибо тебе за помощь, Азар. Да, да, меня так зовут. Оживился он. Все же, я надеюсь, мы не будем видеться слишком часто. Да, я шучу, сказал он. Если поскользнешься на лестнице, я поддержу тебя. Я смеялась над ним, качая головой. Дай мне свою руку, сказал он, подводя к лестнице. Теперь будь осторожна с первым шагом. Свет не скользкий, но ты знаешь, что он ощущается по-другому, в отличие от земных веществ. Пока я делала первые шаги, он держал меня за руку. Отлично. Ободрил он меня, и засвистел сквозь зубы, громко хлопая, как на спортивных состязаниях. Будь осторожна, милая. Спуск. Я не могла сдержать улыбку, даже не пыталась остепенить себя на лестнице. Когда я стала спускаться, он крикнул мне вслед. Помни, лестничные переходы есть по всему миру, и ты всегда можешь ими пользоваться. Спасибо. Громко крикнула я ему. Не оборачиваясь, я подняла руку. Я могла чувствовать, что он следил за мной на протяжении всего спуска. Он все еще держал конец веревки. Спустившись, я обернулась и помахала ему, хотя видела всего лишь точку. Шнур натянулся, первая, затем вторая и третья секции втянулись, и лестница исчезла. Снова на земле. Я была на том же месте, с которого поднялась. Вдалеке я могла слышать звук разгорающейся свирепой битвы. Я вновь быстро взобралась наверх песчаного бархана. Я хотела увидеть, осталось ли что-нибудь от города после разрушительной атаки Тарана. Там, где стоял обнесенный стеной город, теперь были об ней развалены, разбросанные камни и пожары. Тем не менее, я знала, что камни, живые камни Христовой и истинной церкви, остались невредимыми. Они могли залезть на какую-нибудь лестницу, или спрятаться в пещере, или держаться на поверхности воды, но живые камни выжили. Я стояла там какое-то время, смотря на руины, лежащие перед умной. Затем посмотрела наверх, наклонив голову на бок, и улыбнулась. Я явилась на работу, папочка. Послесловие. Как это происходило? Вы примете посещение. С этими простыми словами наша жизнь была перенесена из одной сферы в другую, хотя в то время мы этого еще не понимали. Мой муж и я получили это обетование на званом обеде за несколько дней до того, как покинули город. За четыре года до этого Господь привел нас в большой столичный район города после увольнения моего мужа с пастырского служения. Пересекая динаминационные границы, мы собрали вместе пасторов и ходу Таифа в общегородском молитвенном движении. После того, как Господь поднял лидерство среди пасторов, мы передали им молитвенное служение города. На нашем последнем общегородском собрании со служителями они возложили руки на нас, благословили нас и послали нас служить еще больше части тела Христова. Вы будете в коттедже в Сизом Ханука, когда примете это посещение. Продолжал гость во время обеда. Это был наш друг, у которого было международно признанное пророческое служение. Хотя мы знали его несколько лет, лично нам он никогда не говорил слова от Господа. Я периодически видела ангелов, пока мы были в городе, и даже несколько раз видела Господа на расстоянии, но посещение было намного превыше всего, что мой муж или я когда-либо переживали. По меньшей мере мы скептично относились к этому. Тем не менее, наш Бог милостив, так же, как и полон сюрпризов. Накануне Хануки, в 1994 году, в коттедже на озере в Техасе, вдруг открылись небеса и дух проводил меня в тронный зал Бога. Я видела все с такой ошеломляющей ясностью, что не могла отрицать этого. Все, что я видела и слышала, отличалось от моего представления, было более необычным, но все-таки удобным. Мне показалось, что я побывала дома. Я стала посещать небеса ежедневно. Хотя в начале визиты были утомительными, я прилежно вела о них записи в журнале. Я не думаю об этих посещениях как о видениях, так как я верю, что виденное мной в действительности существует. Иоанн рассказал о таком переживании в Откровениях 4, 1. Иоанн сообщил, что видел и слышал, когда был вызван в Духе на небеса. Были также видения. Эта книга начинается с описания видений. Похоже, что видение – это изобразительный язык, визуальные средства, представляющие истину от Бога, в которой человек может участвовать или нет. Один пример из видений, данных Иоанну, пока он был на небесах, описано в Откровениях 9, 17. Когда я поделилась этими Откровениями с мужем, Господь позволил ему пережить то, что пережила я, побывав там. Затем, 1 января 1997 года, Господь просил нас оставить книгу из некоторых ранних Откровений и включить приложение, содержащее библейские подтверждения и освещение всего, что было увидено и услышано. Он попросил нас завершить всю рукопись за год. Эта книга является ответом на просьбу Господа. «Мой муж и я поистине можем сказать, что не верим, что эта книга является нашей собственной. Мы никогда до этого не служили Господу так, чтобы Он проявлялся через наше служение настолько полно. Все в этой книге являются истиной. Если в том, что описано, есть какие-либо ошибки, это наша ответственность. Все те, кто рождены свыше во Христе Иисусе, сидят вместе с Ним в Духе на небесах. Тем не менее, Он милостиво позволил некоторым из нас заглянуть в это царство, согласно своему слову в Евангелии от Иоанна 1, 51. Более того, мы обновили...